Всем доброго-доброго времени суток. Вас приветствует команда Витапульс. И сегодня у нас первый мастер-класс по теме ведической кулинарии, которую читает Руслан Михайлович Сумцов. Бренд-шеф, шеф-консультант вегетарианской кулинарии, консультант по разработке и внедрению вегетарианского меню в кафе и ресторанах, а также первооткрыватель школы вегетарианской кулинарии в Москве и ведущий мастер-классов по всей России. Сегодня мы работаем в следующем режиме. Сейчас Руслан Михайлович прочитает теоретическую часть. Ваши вопросы вы можете пока писать в чате. Потом, когда закончится основной материал, Руслан ответит на вопросы в чате. И вторая часть нашего занятия будет такова. У вас рядышком есть возможность поднять руку. Вот вверху в уголочке посмотрите. Есть значок «Рутин». И вот во второй части, нажав на этот значок, вы просите, чтобы мы включили вам микрофон. Мы включим вам микрофон, и вы сможете пообщаться с экспертом в прямом эфире. Вот теперь хорошего заметия. Здравствуйте, дорогие друзья. Надеюсь, меня уже хорошо слышно. Приветствую новых людей, кого не было на моем первом вебинаре. Рад видеть тех людей, кто в прошлый раз со мной был. Так, что у нас сегодня интересного? Сегодня я хочу что-то интересное рассказать и полезное для вас о Капхи-Конституции. Вот. С чего мы начнем? Начнем, наверное, с таких интересных вещей, которые должны знать все. То, что несколько тысяч лет назад Шрибхагаван Тхавантари открыл человечеству удивительное учение о здоровом образе жизни, аюрведу. Вот. Аюрведа – это раздел писания, считающийся самым древним из всех известных трактатов по медицине, биологии, гигиене и питанию. Вот. Поэтому сегодня мы начнем именно с Капхи. Я в прошлый раз на вебинаре говорил, почему именно Капха. Потому что у меня мама Капха. И мне как-то даже легче и проще начать. Для тех, кто был в прошлый раз, скажу так, что и для тех, кто новый, для меня это вообще первое такое, уже на данный момент второе, но вообще для меня это открытие, ведение вебинаров. Потому что я сам медийная личность и ведущий. Я очень много работаю на людях и провожу лекции, семинары, именно когда есть вокруг публика. Тут для меня такое испытание, хорошее, духовное, это общаться с моим ноутбуком. Вот. Поэтому начнем мы, наверное, именно по Капхе с такого раздела, как психология. Да, вообще разберем, узнаем, какие люди бывают Капхи интересные. Вот. Есть такая фраза интересная о Капхах. Незыблем, как скала, тверд, как камень. Струится прохлада, как мерцающая гладь реки в белом лунном свете. Такова вот сущность именно типа Капхи. На Капху воздействуют водные и земные элементы. Поэтому самые хорошие вообще вещи у Капхи, они очень спокойные. Они всегда вот любят делать все обдуманно. Поэтому со мной очень много ребят в вегетарианских заведениях работали именно с конституцией Капхи. Когда я проводил консультацию, например, с человеком, который хочет стать поваром. Я всегда обращал на эти моменты, потому что они очень исполнительные. Они не мельчишат на кухне, как это часть всего происходит, когда много там заказов или что-то случилось на кухне. Вот мне как-то проще с ними даже работать. Я сам вообще по конституции Капха-ватта, у меня все время борьба внутри. Я стараюсь поэтому как-то больше тянуться к конституции Капха, чтобы быть самому спокойным. Потому что как шеф-повар я должен уметь контролировать все, что вокруг меня происходит. Есть еще такие капхи, которые очень солидные и рассудительные. Они сохраняют верность традициям и убеждениям. Поэтому в сфере вегетарианства я большую часть как раз встречаю для себя людей, у которых преобладает конституция Капха. И чаще всего это такие более религиозные люди. Это типичные консерваторы они какие-то такие. Все, что они узнают, они это используют. Они это даже стараются все время продвигать. Которые при дисбалансе Доши, они перерождаются и как-то начинают двигаться. Если у них Доша скачет, по ним сразу же можно видеть, что они, например, что-то там делают, делают, делают то, что им нужно. И когда Доша начинает скакать, у них они присядут, что-то обдумают и опять начинают. Поэтому вот такие очень хорошие люди, с которыми хорошо работать, с которыми хорошо общаться. Особенно о высоком, как это иногда я люблю делать, поговорить о религии или о каких-то таких интересных вещах, о кулинарии. Так что сегодня на встрече мы больше будем говорить даже не о психологии Капхи, я не психолог, скажу честно. Мы больше будем говорить о продуктах, о рационе, о том, как вообще лучше всего питаться именно этой конституции. Демонстрацию я такую сделал. Опять, как всегда, здесь разные вкусности. На картинках. Поэтому я надеюсь, что все поели уже перед вебинаром. Если кто-то не поел, возьмите что-нибудь, пока мы прям не разошлись, чтобы что-то погрызть во время прослушивания вебинара. Кстати, мне интересно, а у нас, меня сегодня слушают все Капхи? Или у нас есть просто люди, заинтересованные в Аюрведе? Поэтому можете ответ написать. Что вы сами думаете? По поводу этого. Вот, сегодня разберем рациональное питание по конституции. Потом мы, возможности расширения вашего стола, который вы готовите. Может быть, есть кто-то из вас, кто готовит для людей. У нас даже есть вата-капха. Как я прям. Это хорошо. Это интересно. Вот. Также поговорим о правильной работе с продуктами. Разнообразие технологий, работы с ними. Как вообще можно этим всем пользоваться. Что можно делать. Потому что что-то можно и даже не готовить, а в сыром виде есть. Даже капхан. Но это все зависит от самих продуктов. Вот. Я вам сделал вот такие таблицы. Расскажу вообще. Вот это фруктовая таблица. Первая колонка. Это что можно кушать на постоянном. В постоянном. Сочетании. Вторая колонка. Это изредка. Я это еще называю, знаете, так. Ну вот хочется мне. Вот хочется. Да. И третья колонка. Это вот что не рекомендуется. Прям. Я бы так сказал, что в аюрведе запрещается это употреблять. Да. Но сталкиваясь с психологией людей в наше время. Человеку, если что-то хочется, он это все равно съест. Поэтому мы не будем сегодня прям вот прям. Я не буду говорить, что этого нельзя ни в коем случае. Это ваш личный будет выбор, с которым вы каждый день сталкиваетесь. Вставая со своей кровати, вы уже делаете выбор. Полежу еще минут 10 лишних или не полежу. Вот. Поэтому начнем мы потихоньку с наших продуктов питания. Вообще по поводу питания. Самое сильное влияние на увеличение капхи доши оказывает сладкие вкусы. Затем идет соленый, кислый. Наибольшее влияние по снижению капхи оказывает острый, горький вкус, вяжущий. Вот я сам знаю, что я как-то переел очень много хурмы. Но вот моя мама по сей день все еще любит есть хурму. Потому что это вяжущий такой продукт, который очень хорошо помогает. И специи она любит шамбулу. Еще называют пажетником. Вот. По поводу пищевых добавок. Мы сейчас начнем вот с таких вот, где я не сделал таблички, продукты обсудим. Да, вот есть пищевые добавки. Вообще в аюрведе не рекомендуется употреблять синтетические витаминные препараты. Это вот мне как-то на днях задала девушка из одного города вопрос. Говорит, Руслан, вот я пью там витаминно-белковые коктейли покупаю. Я их пью, их вообще можно нельзя. Ну, я сразу же сказал нет. Я и сам это никогда не пользуюсь. И как-то не вижу вообще в этом смысла, когда есть нормальный рацион, который можем поставить из продуктов, которые в магазине. Еще очень часто задают как раз вот к этому вопросу такую вещь, что в магазине все продукты у нас пластмассовые. Я не буду с этим спорить. Эта возможность существует и она встречается. Даже я на профессиональной кухне встречаю часто овощи и фрукты, которые у меня реально пластмассовые. Они абсолютно безвкусные, зато так классно выглядят, что еще могут лежать две недели. С этим да, с этим не поспоришь. И приходится часто искать среди вот моей сферы деятельности, среди поставщиков альтернативы, которые позволяют мне сделать рацион моего меню полностью витаминным, полезным. И вот с этими вещами надо бороться. У нас вообще сейчас во время калиюги идет борьба со всем. Я куда ни посмотрю, куда ни взгляну, с чем ни столкнусь, везде надо что-то делать, как-то выкручиваться из этих ситуаций. Поэтому наша задача вообще по сей день – это борьба, это выход из сложных ситуаций, которые возникают все время. По поводу пищевых добавок продолжим. Витамины и минералы следует получать в натуральном виде, вот как я сказал, из фруктов, овощей, орехов, масел и так далее. Если есть необходимость обогатить свой рацион сбалансированным набором витаминов и микроэлементов, рекомендуется употреблять аюрведические тоники. Такой вот самый распространенный – это чалампраш. Меня приучили его употреблять, если, например, когда я занимался очень активно спортом, меня мама приучила его выпивать с горячим молоком. Просто ложку чалампраша, стакан молока, я вот потихоньку эту ложечку кушаю и запиваю молоком. Как вот получалось, что пастила с молоком. Мне это с детства нравилось, и я вообще к этому позитивно относился, я постоянно спрашивал, и я даже сам чувствовал в себе, когда мне, не скажу, что мне когда 8 лет было это, я понимал и осознавал, лет уже 13-14, когда я начал играть уже за сборную города, когда уже начал на сборы по области ездить, я понимал, что у меня это энергию. Я даже на тренировке брал с собой эту банку. Я помню, что еще я брал, мы всегда употребляли, которые в белых банках, сейчас какие-то необычные, золотых, еще каких-то серебряных появились. Я вот их не помню. Я все время сейчас через интернет заказываю себе именно в белой банке, с той самой. Поэтому рекомендую эту вещь, очень хорошая. Но также еще есть очень много разных, как они, тоже в баночках такие, как порошки, кто-то трифолу, трипхолу, трипхолу. Все, никак вы говорите, слово не научусь. Потом еще разные сейчас аюрведические. Вот в Новосибирске я знаю точно, они есть. Это аюрведические такие баночки. И это, кажется, как я помню, это разработка Михаила Альбертовича. Вот они тоже очень хорошо помогают. Они очень обогащены разными вещами. Там очень разные, кстати, есть подошвы, есть определенные для капхи. Поэтому тоже очень хорошая вещь. Если у кого-то есть возможность, попробуйте когда-нибудь, попробуйте прочувствовать вообще, что это дает. И тогда вам будет интереснее. Так, ну что у нас? Теперь мы уже перейдем именно к нашим фруктам и попробуем вот именно по фруктам пробежаться, пообсуждать это все. Вот. Благоприятные, вызывающие волокнистые фрукты, особенно полезные фрукты, ягоды и вяжущие. Рекомендую вообще в северных регионах употреблять ягоды именно сушеные, которые можно круглый год есть. Да, это кислые какие-то или вяжущие ягоды. Последний раз вот мне привезли, я заказал, мне привезли сушеную... Ой. Оранжевая это ягода сушеная. Морожку. Очень хороший чай с ней получается. И она очень хорошо меня успокаивает. Я прям начинаю спокойно думать, я начинаю спокойно действовать. Капхан не рекомендуется еще... Не рекомендуется сладкие фрукты, какие-то ярко выраженные с сладким вкусом. И из рациона необходимо исключать все виды переработок с фруктами, которые с сахаром. Это варенье, джемы какие-то, повидлы, пастила. Такие вещи лучше всего не употреблять, потому что, во-первых, они проходят термообработку, эти фрукты, и туда идет большое внедрение вот именно сахара. Такие вот фрукты лучше всего исключить. Ну, изредка с чайком можно, как я говорю, попить. Да, но с этим уже не поспоришь. Видеть людей, как я помню, частенько я встречал на каких-то мероприятиях больших, где мы готовили большие столы, еще что-то. Люди, которые пытаются лечиться при помощи юрведы, они садятся за стол, там всякие вкусности столько-столько-столько. Все это вегетарианское и приготовлено по принципам ведической кухни, я смотрю на этих людей такими огорченными глазами, которые хотят, но им нельзя. Я эту вещь называю такое нарушение психологии человека. Когда человек себе уже не то, что физическую боль создает, а он создает себе психологическую боль, и он даже уже не о еде думает, если честно, в этот момент, а он думает уже, ну как так, ну почему вот так, все плохо, все нехорошо. Этого делать ни в коем случае нельзя. Это то же самое, когда люди хотят перейти на вегетарианство, и они там резко отказываются от мяса, и потом вот при любом попадании в какое-то место, где пахнет мясом, еще что-то, у них начинается трясучка такая. Поэтому все делать надо постепенно, и ко всему надо приходить постепенно и осознанно. Жесткое нет, лучше всего никогда не употреблять, и пытаться выйти в этом плане как-то более позитивно для себя. Потому что наше питание, оно полностью связано с нашей психологией. И принимать пищу с негативными мыслями, даже вы, если сидите за столом и кушаете что-то для своей души, а рядом еще тарелка стоит, салатник, там, то, что вам не подходит, и вы вот хотите то, что вам не подходит, а едите то, что вам можно, и в этот момент думаете только о негативном, о том, что вам нельзя, и все такое, я это не считаю вообще питанием. Я считаю это полным нарушением всего, что есть вокруг. Вот. Я опять начал сейчас руками махать, как в прошлый раз. Не могу я держать свои руки спокойно, когда я разговариваю много. Вот. Перейдем к следующему нашему разделу. Кстати, дорогие друзья, вы что-то записывайте. Я могу, как бы, думаю, успели уже записать. Ну, еще будет у вас видео у всех, поэтому, может, для себя кто-то. Потом мы еще вернемся к этим, кстати, забыл сказать, да, мы еще вернемся ко всем нашим табличкам и будем разговаривать уже о меню. То, что я вам обещал еще в прошлый раз, что мы будем делать меню, я буду вам рассказывать о технологии, чтобы вы что-то могли для себя из этого набора готовить. Вот. Следующий у нас идут овощи. Самый большой список такой хороший, интересный и благоприятный. По поводу овощей, такие общие правила. Первое, это благоприятные все острые горькие овощи. Сладкие овощи выводят капку дошу из баланса. Овощи хорошо есть в сыром виде и в термически обработанном виде. Ну, скажу по термически обработанному виду, если вы хотите сохранить все элементы, полезные витамины, микроэлементы полезные, готовить надо, знаете, на кулинарном сленге такое слово «альденте». Для того, чтобы сердце продукта осталось еще внутри, чтобы он не разварился. Чтобы вы, когда его кушаете, вы четко понимали этот вкус, что вы кушаете там кабачок, баклажан. Я вообще не люблю готовить вот эти вот разварные какие-то вещи, когда люди растушивают все. мне нравится, что вкусы прям оттенялись друг от друга, я понимал. И при пережевании этой ложки этого блюда уже вот начинало все смешиваться, чтобы было понятно, что, чего, сколько. Ну, это моя такая профессиональная точка зрения, да. Вот. По поводу сырых продуктов, вот если вы готовите сырые салаты, для улучшения усваивания обязательно добавляется небольшое количество растительного масла. Мы сейчас дойдем до масла, которое рекомендуется для нашей ДОШи, и там уже будет более понятно. Вот. Также хорошо добавлять в салаты сыры это имбирь, красный или черный перец, такого островатого оттенка, чтобы островатый оттенок в вашем блюде появлялся, если это холодное блюдо, потому что все, что не прошло термическую обработку, оно занижает, понижает точнее огонь пищеварения, а для капха это не рекомендуется. Наше пищеварение должно всегда работать хорошо, огонечек должен быть, но не искорка. Вот. После салата из овощей не рекомендуется употреблять вот бобовые или молочные продукты. Вот. Но если кто-то рыбу употребляет, то и рыбу. Потому что вот как раз холодное, салаты, они занижают огонь, а бобовые и молочные продукты, в них большое содержание белка, и в связи с этим, как бы, у вас будет такое торможение в переваривании. Лучше поесть какое-то горячее блюдо из легких овощей, да, из круп, там вообще у нас, у капхи такая самая распространенная, она только одна крупа, которую можно на постоянке употреблять. Вот. Поэтому к этому подходить надо именно вот уже с умом, чтобы, как я говорю, чтобы пробки не образовались в нашем организме для выхода на прогулку. Я люблю говорить страшные вещи красивыми словами, какими-то интересными. Вот. По поводу овощей, тут список очень большой, на постоянной основе очень мало можно употреблять продуктов редиской и баклажаны. Вот все питание на каждый день для капхи будет давать и такое. Редиской и баклажаны. Баклажаны жареные, баклажаны тушеные, баклажаны вареные и пареные, да, и все это украшаем лепестками редиса. Хорошее меню, так можно питаться. Кстати, по поводу баклажан. Я еще сотрудничаю с ней диетологией и с многими диетологами в нашей стране по разным городам. Часто, когда я провожу мастер-класс в каких-то городах, я стараюсь пригласить диетолога, потому что я сам не имею никакую медицинскую степень, да, или как ступень медицинскую, образование медицинского. Вот. Поэтому я стараюсь говорить какие-то вещи, да, и для подтверждения этих вещей со мной всегда присутствует какой-то доктор. Вот. И тут как-то мы с одним диетологом обсуждали, как люди стараются бросить курить. И мне потом, я начал у всех уже диетологов спрашивать, и все говорят одно и то же. Баклажаны, которые так хорошо подходят для кап, они для многих людей еще помогают бросить курить. Дело в том, что в баклажанах присутствует никотиновая кислота растительного происхождения. И когда люди бросают курить, они начинают резко полнеть. Это чаще всего встречается ситуация, вот, диетологи рекомендуют для того, чтобы человек не начинал толстеть после того, как он бросил, ему рекомендуют употреблять баклажаны. Я был слегка в шоке от того, что там есть никотин, я даже не знал, никогда, никогда не встречался, для меня это был вообще какой-то другой продукт королевский, но мне не доходило вот до такого. Плюс еще есть один продукт, это томаты. Спелые красные томаты, в них присутствует также никотиновая кислота, и еще такой необычный продукт, с которым люди стараются не сталкиваться, а оказывается, мы с самого рождения с ним его употребляем, это блютонат натрия. Вот еще есть такая фраза, с помидорами все вкуснее. Я никогда не обращал на эту фразу, вот начиная работать уже более углубленно и разбирая химические составы разных продуктов, меня еще порадовали такой вещью, как блютонат натрия в составе томатов. Вообще блютонат натрия, он присутствует во многих красных продуктах. Его очень тоже нормальное количество в чили перцев, красном чили. Почему когда вы поехали в жаркую страну, а там все такое острое, везде добавляется чили, не жалею от души, по гостеприимному добавляют в любое блюдо, в Таиланде, в Индии, в Китае, в теплых местах, в Африке, где-то в каких-то местах Африки. А вы едите, острое, но это вам так все вкусно, вам так все интересно, и вы едите, едите, плачете, у кого-то сопли, слезы идут. Вот я просто видел этих людей вживую, как они это все употребляют. А вам вкусно. Вот там тоже присутствует, в Чили присутствует глютонат натрия в растительном происхождении, это не химическое. Почему я до этого вот сказал, что не рекомендуется употреблять пищевые добавки, а пищевая добавка глютонат натрия, которую мы привыкли видеть, она синтетического происхождения. Это полнейшая химия. Это такие белые кристаллики, которые люди бывают пакетиками, покупают себе домой для того, чтобы приготовить что-то вкусное, да, из невкусного. Я это так называю. Как сделать из невкусного вкусное? Вот они покупают эти пакетики. Химический глютонат натрия находится во многих наборах для специй, набор набора специй, которые продаются в магазинах, какие-то вот кубики, порошки, вот эти все, чтобы суп или ваша рагу или что-то еще стало вкуснее, вы добавляете там эту смесь, вот, не буду их называть именно, потому что работая на компанию метро по всей России, я уже привык при своих лекциях не называть фирмы еще что-то, да, я могу сказать, что это и как это выглядит, вот. Ну, я думаю, вы все это и сами знаете, ну, и самое хорошее, читайте, что написано на упаковке, я всем это говорю, люди спрашивают, какой сыр нам можно кушать, еще что-то, можно кушать все, как говорится, и лом погрызть тоже можно, ну, обращайте внимание, из чего это сделано, вот. Кстати, в батате, в сладком картофеле тоже присутствует растительный глютонат натрия, но его там малое количество, но оно, когда добавляют батат, но для кап он не рекомендуется вообще, там еще много сахара в нем, поэтому, я думаю, тут по нашим продуктам мы пройдемся дальше уже, это вот у нас вся таблица овощей, она, скажу честно, еще не полна, в дальнейшем в ведопульсе будет эта линейка расширяться, потому что я буду делать разные меню, и еще пока в ведопульсе нет всего, как вам сказать, всей пищевой корзины, потому что очень много новых продуктов, в связи с тем, что сейчас происходит в нашей стране, санкции, еще что-то, сейчас происходят смены, скоро появится у нас, надеюсь, репа, там еще какие-то такие забытые наши русские продукты, среди ресторанной сферы идут очень хорошие слухи о том, что скоро будет крапивный суп, еще что-то, шутим, повара очень много, поэтому скоро, наверное, суп из крапивы будет уже хитом кулинарии, так что скоро будет все хорошо, пойдем дальше, самое хорошее это зерновые, вот что можно есть капхом на постоянке, съели холодный салатик и просто все закусили, это будет хорошо, как я помню риск басмати он вообще умеренно подходит ко всем дошам, даже когда я готовил на фестивале аюрведика, мне говорили басмати можно всем, я говорю, ну хорошо, я сам не могу много басмати есть почему-то, я его все время там съедаю, такой вот снежочек, вот сколько у меня в руке влезет и все, я больше не могу его есть, я от него насыщаюсь просто безумно, вот, по поводу вообще зерновых, общие такие правила, для капхи диеты, вот именно если вы уже подходите именно к своей конституции как со стороны лечения, злаки должны использоваться неочищенные от зерновых оболочек или с дроблением, да, вот, от зерновой оболочки или с дроблением вот именно отрубей, а часто люди еще покупают отруби в таких банках, я их тоже когда-то, когда мне надо было похудеть, скажу так, я их покупал, баночки этих отрубей, я добавлял свои все крупы, блюда, еще что-то, я даже иногда салаты добавлял, посыпал сверху трубями и просто съедал это вместе с салатом, вот, если на постоянной основе вы уже себе рацион поставили так, что вы можете для себя готовить как для капх, может у вас в семье там все капхи, поэтому вы хорошо поддерживаете все вот это семейное питание, то здесь уже вы можете подойти и как-то вот уже брать простой рис, изредка кушать, еще что-то, вот, но если вы именно со стороны вот лечения, если вы хотите выровнять себя, то лучше всего не очищены, это бурый рис, который не шлифованный, именно басмати не шлифованный, басмати чаще всего встречается шлифованным, я рекомендую для людей, кто хочет именно свой организм поправить, выпрямить, покупать вообще гречку зеленую, рис не шлифованный и по чуть-чуть его есть, пшенку кому-то прошу, пшенку там вечером заливать водой и утром это съедать для того, чтобы организм чистился, потому что на стенках нашего пщеварительного вот этого всего процесса, который там у нас проходит, там вот эти все каналы, там очень много всего собирается, чаще всего, и надо это как-то вычищать, да, кто-то там для этого воду пьет 4 литра и делает упражнение, чтобы это все прошло, ну, я как-то не решаюсь на такие вещи и как-то никого не подговариваю на это, вот, по поводу дальше пойдем зерновых, да, молочная каша вообще категорически запрещаются капхом, потому что они преобладают вот именно склеиванием, когда у вас там начнет все склеиваться, поэтому капхом кашки с молочком, как мы привыкли в детских садиках, с маслицем и с молочком, не рекомендуется вообще употреблять, лучше как-то вот по-другому, это как я говорю, там, залить водичкой тушеночку и покушать, вот это будет лучше, вот, самая полезная вообще каша это ячменья гречневая, да, с добавлением небольшого количества вот топленого масла ги, если вы его делаете сами, то это вообще шикарно, у меня в последний раз супруга говорит, типа, мне надо было канцемала обжечь, она говорит, поехали масло ги купим, я говорю, нет, зачем, я сам делать буду, потому что даже магазинное масло ги я как-то, ну, не признаю, вообще масло ги это очень хорошее духовное такое наслаждение во время процесса приготовления, и в масле ги, когда вы его готовите, очень много всего закладывается именно с вашей стороны, если вы его готовите сами, поэтому вот, когда масло ги готовится, лучше всего слушать мантры, какие-то лекции, какие-то семинары о хороших вещах, да, быть в хорошем настроении, я вот, купил вчера три с половиной килограмма масла, мне надо ги сделать и домой, мне надо с кантемалами чуть-чуть поделать всякие дела, вот, поэтому, если каши готовите, тут ячменная и гречневая, да, по поводу гречки, я рекомендую употреблять вообще зеленую гречку, потому что коричневой гречки вообще ничего нет, там ничего такого хорошего, прям вот такого для вашего организма там вы не найдете, потому что термообработка в производственных масштабах при изготовлении коричневой гречки, там она настолько температурой пробивается, что там ни одно живое вообще существо и ни один микроэлемент в порядке не остается, они там все просто свариваются, поэтому она готовится быстрее, по вкусу она интереснее, ну, мы привыкли к гречке, но на юрведике мы готовили зеленую гречку, а у меня на кухне ребята вообще ее ели, они просто заливали ее водой горячей, держали два часа и просто ее сметали, вот они любили так ее есть, вот для гостей конечно фестиваля мы ее готовили, а то некоторые не воспринимают такие вещи, у нас там не все были на фестивале, да, вот такие просветленные по поводу этого всего, вот, и для капх также еще многозлаковые каши благоприятные и они очень хороши, многозлаковые это когда идет смесь, да, каких-то разных круп, и хорошо, если там еще будут отруби добавлены, вот, каши, которые вы готовите и употребляете их в качестве гарнира, вот это тоже лучше всего исключить, потому что как бы добавлять гарниром, лучше полноценное блюдо сразу же готовить с до гарниром, но не использовать это, гарниры не использовать именно злаковые, потому что будет перебой, капха-доши это такая, доши, которая очень мягкая, она очень хорошо ко всему подходит, поэтому надо сначала овощи нам переварить, там, потом то-то, потом бобовые, лучше как-то вот это все сделать так, чтобы у вас не было перебоев, чуть позже мы об этом поговорим еще, и как это сделать, вот, из-за того, что не рекомендуется капхам и зерновых, это дрожжевой и мягкий хлеб, лучше всего это какие-то сухие изделия из лаков, да, крекеры, сухие завтраки, какие-то вот такие вещи, сухарики, которые сделаны не из дрожжевого хлеба, очень много сейчас я в магазине, я сейчас линейку закусок для компании сделал из хлебцев, таких хлебцы тоненькие, с цельнозерновой муки продаются в магазинах, я тут последнее время пока разрабатываю мне надо было 35 блюд сделать и пока я разрабатываю дома эти разные закуски, я их начал домой покупать, у меня сейчас вся семья их ест, во-первых это меньше хлеба сейчас люди едят, у меня ребенок ест дрожжевой хлеб, супруга дрожжевой хлеб любит, вот, а сейчас все перешли на вот эти вот сухие хлебцы такие квадратные продолговатого вида, вот это очень хорошая вещь, и она плюс чистит наш организм, его стабилизирует, и поэтому лучше всего отойти к этому, исключить из рациона вообще весь дрожжевой хлеб, особенно сладкий хлеб, это всякие булочки, которые все так любят, вот, и мягкий хлеб, лучше всего что-то твердое, хлеб должен быть из цельнозерновой муки, это не то, что даже в Аюрведе рекомендуется, это вообще рекомендуется со всех сторон диетологии правильного питания и здорового питания, здорового рациона, поэтому тут можно уже к этому подойти. Конечно, нам проще, и сейчас тяжелее найти бездрожжевой хлеб и цельнозерновой, многие люди не могут его найти, часто задают, уже говорят, а как самим приготовить? Я говорю, вы работаете с утра до вечера, когда вы его собираетесь приготовить. Ну, мы будем пробовать, а что делать? Вот. Пойдем дальше по зерновым. Продукты и блюда, содержащие крахмал, тоже категорически противопоказаны. У нас есть такие, которые, в которых присутствуют крахмалы, даже пробежимся по списку, это овес, там очень много крахмала, в белом рисе много крахмала, вот из белого риса как раз делают крахмальные такие лепешечки, и муку делают рисовую, поэтому вот такие вещи лучше всего исключить из нашего рациона. Пойдем сейчас дальше, следующее у нас пойдут это бобовые, бобовые интересные, все, можно, но изредка, такая хорошая колонка, вот, и такие общие правила, почему именно изредка, ой, надо водички попросить, у меня водичка заканчивается, почему именно изредка, потому что бобовые являются сложной пищей для капхи, и употреблять ее надо в небольших количествах, и самое хорошее употреблять это именно со специями, любые бобовые, чтобы не вызвать дисбаланса капхи, бобовые важно правильно готовить, перед приготовлением любой вообще бобовый лучше всего вымачивать, кто-то это делает на ночь, вообще нас так приучали, да, с детства там заливать водой, ставить на ночь, и с утра можно что-то готовить, бывает кто-то прям на сутки ставит, там, с вечера и до вечера на ужин готовит бобовый, это чаще всего встречается, вот, ну, хотя бы часов 5-6 надо дать, чтобы вот они набухли, вот это хорошая вещь, и лучше всего сделать так, тяжело, конечно, это сделать, и я говорю, не делайте это, это с мунгдалом, который вот, мелкий горох, что всего это индийский, да, но он дробленый, то у вас каша получится, прям каша каши, поэтому вот его не надо, на бобовых часто собирается крахмал, и бобовые вот при замачивании, кстати, они выделяют крахмал, очень хорошо выделяют, поэтому после того, как вы замачивали, нужно хорошо-хорошо промывать холодной водой, и вот прям мять его, когда промываете, особенно фасоль, бобовые, такие крупные, вот хорошо промять надо, потому что бобовые находятся в оболочке, и под оболочкой вот крахмал этот собирается, когда вы его хорошо промываете, где вот проросток выходит у бобового, вот там всегда при набухании появляется маленькая такая дырочка, вот как раз вы будете промывать, у вас через эту дырочку этот крахмал будет весь выходить, вот, дальше что лучше всего делать с бобовыми, после того, как вы вымачивали его, их промывали, да, покипятить минут 10, вот, называется, первый заход к бобовым, потом слить эту всю воду, опять же, заново еще раз помыть, хорошо, хорошо, вот, опять, ставите все это в кастрюльку, заливайте водой и добавляйте уже туда что-то, соль, перец, специи, которые нужны, я рекомендую еще туда добавлять куркумы, вот, и маленькую щепотку черной соли, вот, и потом уже начинайте готовить, до полной готовности, потом, если надо, сливайте воду, там сварилась у вас, фасоль, или что-то еще такое крупное, крупное бобовое, сливайте воду, там, и можете уже добавлять или употреблять так, как вам хочется, вот, еще, кстати, хорошо подходит тмин, тмин, лучше всего взять молотый и добавлять вот в эту воду, если у вас бобовое, чаще всего это встречается, у капха это очень часто, признаюсь честно, это метеоризм, такое, плохое слово, и я люблю говорить больше музыкальный суп, чтобы люди понимали, все мы знаем, что это значит, то, когда у вас бобовое сварились, лучше всего брать масло ги, ставить его на сковородочку, ну, наливать его в сковородочку, там, или в какой-то сотейник, но только с толстым дном, вообще, дома лучше всего держать всю посуду с толстым дном, не двухслойное дно, еще говорят, а, у меня, вон, смотри, какая там подушка снизу, да, у тебя хорошая кастрюлька, у нее внизу еще такой каблучок, я его называю, он идет внутри пустой, он пустотелый, это когда несколько слоев металла просто склеиваются там, лучше всего, чтобы было прямо вот толстая такая тяжелая кастрюлька, и вообще готовить все в таких посудах надо, если бобу, вот, бобовы у вас вызывают метеоризм, вы добавляете масла ги, растапливаете, нагреваете его, ну, не так, чтобы оно начинало дымиться, вот, и цельную, возьмем цельные специи, это гвоздичку, и очень редко люди не могут понять, что это такое, это черный кардамон, это тоже такое зерно, оно пушистое, такое лохматыш, я его называю, но на кухне ребята часто говорят, типа, дай три лохматыша, они крупные, они в два раза больше, чем зеленый кардамон, но вещь необычная, вот, можно добавить, и если у вас нету свежего имбиря, то вы берете молотый имбирь, чуть-чуть добавляете в молотый имбирь, прям на ложечку, и это все делаете, берете имбирь, добавляете в имбирь еще чуть-чуть асофетиды, если кто не знает, асофетиды, это такая порошковая смесь вместе с мукой, вот, которая встречается часто в магазинах, если честно, для капхи рекомендуется асофетиды, которые продаются в кристаллах, чистая смола ее еще называют, асофетиды, это такие кристаллики вонючие, вонючие, скажу честно, вот, никакой метеоризм с ними не поборется, когда кристаллики начинают пахнуть, потому что, когда открываешь их в помещении, если ты подержишь секунд 30 эту баночку, там, минуту открытой, все почувствуют, что в этом помещении есть асофетиды, она пахнет очень ядерно, когда особенно в кристаллах, вот, вы берете просто кристаллик, раздавливаете его где-нибудь там на доске разделочной, ножиком просто, добавляете в имбирь, и вот, когда у вас уже специи, кардамон, гвоздика, туда можно еще перец добавить, горошком, но, я рекомендую, это душистый взять перец, зеленый перец, там, розовый перец, я стараюсь вообще минимизировать использование черного перца, круглого, в итальянской кухне мне очень часто его надо использовать, поэтому там не выкрутишься, есть все-таки нормативные правила кулинарии, которые заставляют использовать этот перец, я его считаю пустым, он мне, кроме запаха какого-то необычного, который не вдохновляет меня этот аромат, я его поэтому и не люблю, вкусы вот, как такового и нет, особенно, если это молотый, уже готовый, вот, вы на ложечку, у вас чайная ложечка, там, чуть-чуть имбиря, но это все зависит от количества, сколько у вас там бобовых уже наготовлено, когда масло уже начинает обжаривать гвоздику, кардамон, вы резко добавляете вот эту порошковую смесь, хорошенько перемешиваете и переливаете ваши бобовые, где они там лежат, там, они может в миске еще что-то и хорошо-хорошо это все перемешиваете, для того, чтобы эти специи, пока вот масло еще теплое, если вы еще промыли там, мало ли, вашу фасоль или бобовую, какое-то другое, холодной водой, то оно охладилось уже, чтобы оно вот, это все масло начинало обволакивать ваши зерна, которые есть, и после этого уже только вы можете есть. Вот, кстати, асофетида, это вообще лекарственная специя, которая, она очень большое количество там всяких вещей связана с нашим организмом, но она еще останавливает развитие вот именно метеоризма при употреблении бобовых, да не только даже бобовых, а какие-то крахмальных блюд, крахмальных продуктов, в картофель туда же входит, там еще, где у нас много крахмала, кукуруза, вот, и по поводу бобовых еще есть такая вещь, это, бобовые вообще лучше всего употреблять отдельно, их, ну, за исключением злаковым, там есть такое очень известное блюдо, да, это кичри, кичари его еще называют, я так понимаю, что в Индии, наверное, есть Северная Индия и Южная, может, это неправильно все время переводят, как-то токичри, токичари его называют, это смесь злакового и бобового, зерновых и бобовых, с добавлением специй, там очень большое количество специй, в этих специях надо правильно все обрабатывать, каждые специи, и каких-то овощей, часть всего это морковь, кабачки, вот, в этом плане можно, это вообще считается таким самым известным аюрведическим блюдом, которые нормализуют пищеварение, как я помню, что его вообще стараются все доши есть, потому что безумно вкусно, и отказаться от кичри, как-то не хочется никому, вот, а по поводу овощи бобовых, их лучше всего не употреблять, с овощами, и если кто-то употребляет, это рыбу, вот, но тоже говорят, что капхам нельзя, бобовые есть вместе с зерновыми, но я все время замечаю, что капхи хотят хотя бы чуть-чуть этого поесть, но сейчас не рекомендуется капхам, вот, дальше, что у нас, что у нас тут такого хорошего, вот, ну, по поводу соевых продуктов, вот, тоже, чуть позже я буду еще расскажу, что можно поделать своими продуктами с тем же самым кофу, вот, дальше, что у нас пойдет, это пойдут наши молочные продукты, которые очень нужны, особенно людям, которые живут в холодных местах, я так скажу, это такое, как я, я всегда в холоде, я люблю в холоде быть, мне не понравилось жить в Москве, в Санкт-Петербурге, там все время сыро, и никакого нормального мороза, и снега нет нормального, вот, ну, последний что-то вот год там снег хороший выпал, чуть-чуть отойдем, так, оттенки, вот, масла ги, как раз, вот, вообще, на постоянной основе, видите, капхам, ничего нельзя поесть по-человечески, молочку, но, хотя бы разочек в день, не в больших количествах, не надо брать 5 килограмм творога, с добавлением каких-то сладких вещей, а, отопленое масло, масло ги, оно подходит вообще всем капхам, и, поэтому, его можно употреблять, и лучше всего дома готовить, да, ну, и тут получится, что вы чаще всего будете готовить вот специи, лучше всего обжаривать все в масле ги, поэтому, тут, так и так, вам его надо будет употреблять, но в малых количествах, ложками его есть не будете, скажу, это не очень вкусно, ложками есть масло ги, в отличие от сливочного масла, вот, сыры, твердые, мягкие, творог, масло сливочное, и молоко козье, козье молоко, мы на юрведике пытались найти, это козье молоко, где-нибудь на Алтае, но это было трудно, вот, общие правила такие по поводу молочных продуктов, на постоянной основе, как я говорил, вообще не рекомендуется на постоянной основе это употреблять, как говорится, знаете, когда готовишь, там, все время добавлять какие-то молочные продукты, в нормальном количестве, дело в том, что молочные продукты, это очень сложный продукт, и я тут недавно встретился с одним диетологом в Сибири, очень хороший человек, и мы обсуждали по поводу лактозы, неусвоения лактозы, это очень многих людей происходит, и этот диетолог, она увлекается юрведой, ей очень интересно, и она об этом начинает читать, узнавать, и что-то такое как-то у нее пошло, и она говорит, Руслан, говорит, а я тут провела исследование, что большую часть людей, у которых не усваивается лактоза, у них присутствует капха-доша, я сижу такой, Лен, говорю, ты откуда знаешь, а я же, говорит, вот тебе помнишь, просила тебя ссылки мне дать, там, то-то, то-то, я тут начала читать, а ты, говорит, меня спрашиваешь все время, до этого мне еще говорили такую вещь, и, кстати, она тоже подтверждается, у людей, которых не усвоение лактозы, а те люди, которые употребляют молочные продукты вместе с мясными продуктами, дело в том, что мясной белок, он более тяжелый, и лактоза это тоже такая вещь, которая должна еще тоже усваиваться, у организма просто не хватает силы это вообще переварить, но есть люди с сильным, конечно, организмом, еще сильные такие, вот, поэтому по поводу молочных продуктов, умеренно, но можно, но не все, молоко вообще, вообще, лучше всего не употреблять, максимум кипяченое со специями, вот, вообще, молоко, если оно в холодном виде, оно вызывает как слизи, слизиобразование, вот, классное слово, в организме начинают слизь собираться, у человека бывает, что не только отхаркиваться начинает, это еще что-то, кстати, и сжога может появляться у людей, поэтому лучше всего избегать холодного, холодное молоко для капхи, доши, тогда будет легче, плюс капхом, лучше всего избегать жирные, жирные молочные продукты, это как я вот делаю, у меня супруга все время спрашивает, почему ты покупаешь сметану 10%, ну, мне-то хорошо, я люблю готовить с этими продуктами, я люблю сметану, но жирную сметану я не могу есть, а вкусно она классная, но много ее не могу есть, а 10% я могу много есть, вареников налепить и делать и кушать их со сметаной, и меня это радует, поэтому лучше всего брать менее жирные продукты, которые можно вам употреблять без молока, вот я не могу пить чай без молока, у меня корни идут из Башкирии, там у нас всегда чай с молоком, и я пока еще под столом бегал, меня уже приучили чай пить с молоком, я не могу его без молока пить, вот, по поводу кисломолочных продуктов, кефир, ласи, йогурты, употреблять можно только в разбавленном виде, для этого у меня стоит такой графин, в котором вода скипятилась, она у меня охлаждается, я люблю пить бифиток, и этот, как его, йогурт, йогурт такой продается в больших литровых банках, бутылках у нас, вот я его развожу просто, иногда бывает, что один к одному, и с утра, после того, как я попил просто воды, сделал сидел амус, я еще наливаю полстакана разведенного уже йогурта с водой кипяченой, и выпиваю, выпиваю прям залпом, это для того, чтобы у меня все, что было вчера, все это упало вниз и не мешалось мне уже новому дню, хожу несколько часов, еще, а потом съедаю уже какие-то фрукты, это мой такой рацион питания, потому что я знаю, что мне еще потом целый день бегать и носиться, я очень много двигаюсь, у меня много очень работы, поэтому и у меня вот такой вот, так начинается с кисломолочных продуктов в день, вот, по поводу сыров, которые можно употреблять капхом, их можно употреблять, но лучше всего это брать твердые сорта сыра, если вы вегетарианец, то без содержания сычужного фермента животного происхождения, вот, и если из мягких сыров, то лучше всего брать нежирные, это, наверное, всем известный адгейский сыр, это нежирный сыр, который абсолютно вегетарианский, но не веганский, веганы его не употребляют, потому что он сделан из молока, вот, по поводу, наверное, самого вкусного и радостного, по поводу мороженого, скажу так, что мороженое нам нельзя, вообще не рекомендуется, лучше всего даже его исключать, мороженое, но иногда хочется, прям так хочется, прям вот хочется, хочется, поэтому мой любимый десерт, который я готовлю, это привет от королевы, он с мороженым, вот, я его съедаю, там всего лишь шарик мороженого в этом десерте, и всякие-всякие штучки со специями, то я не могу себе отказать. По поводу еще молочных продуктов, нельзя употреблять молоко, молочные продукты перед сном, если же по какой-то причине рекомендован, вот, вечерний прием молока, это то, что я говорил, кипяченое молоко, то лучше всего использовать, ой, пить, использовать, говорю, пить его с, как это правильно, прокипятив, с добавлением специй, специи, если хотите, можете записать, да, подходят такие, как шафран, корица, имбирь, куркума, и пить это надо в горячем виде, вот эти все специи вы можете добавить в молоко, прокипятить и добавлять, вот, по молочным продуктам у нас вот такая информация, которая, как бы, что-то уже, какое-то видение вам дает, пойдем дальше, для тех людей, кто живет в северном регионе, очень хорошее вещь, и вообще люди часто этим начинают в последнее время пользоваться, я уже замечаю, как растут эколавки, в которых там всякие вещи продаются экологически, вот, по поводу лекарственных трав, вообще для людей капхатипа рекомендуется все травы сборы, стимулирующие пищеварение, а также очищающие травы, по поводу трав этих, я не сделал скажу честно таблицу вам, не знаю, как вам продиктовать ее, она так-то большая, очень большая, скажу честно, да, она очень большая, не буду ее диктовать, я думаю, предоставим вам эту информацию еще, отдельно, чуть-чуть, я вчера просто не смог свою документацию поднять всю, вот, по поводу таких вещей, как напитки, общие правила такие мы возьмем, вообще для капх, общий объем в день должен составлять не более одного литра, как бы в холодное время полтора литра, ой, в холодное время сейчас происходит, самое хорошее это вот количество воды, жидкости это один литр, вообще есть такая философия именно напопить, я это так называю, пьется только вода, любая другая жидкость, чай, еще что-то, это уже употребление пищи, потому что только в воде нету всего этого набора этих элементов, поэтому рекомендую, если вы хотите попить, именно попить, то вы попейте просто воды, а вот если вы хотите покушать, тогда вы можете что-то, сейчас мы закончим по напиткам, я думаю надо будет сделать перерывчик, вот, через, чрезмерное употребление жидкости, как я говорил, неблагоприятно, поэтому в теплое время полтора литра воды, это вот такой вот средний, средняя такая вещь, ну конечно если вы бегаете еще, то вы побольше воды пить будете, вот, в холодное время литра, дело в том, что вообще жидкости для капхи, они, жидкость, она гасит огонь, пищеварение, которое не рекомендуется делать, капха при погашении вот именно огня пищеварения становится довольно слабым человеком, уставшим, милым, вот, тело у капхи любит впитывать влагу, поэтому при большом количестве потребления жидкости это вот вся жидкость она может идти в ваш организм, это появление каких-то отечностей, вот таких вещей, вот, поэтому старайтесь с водой не переусердствовать, по поводу напитков рекомендовано вообще капхам употреблять их в теплом или слегка горячем виде, фруктозы соки перед употреблением необходимо разбавлять вот той же самой водой, которая у меня стоит, да, кипяченая, теплая, комнатная температура вода у меня стоит, вот, по поводу газированных напитков, их лучше вообще исключать из своего рациона, особенно холодные напитки со льдом, которые, которые мы коктейли готовим, еще что-то, вот, плюс такая вещь есть, как кофе, да, по ведическим основам ее вообще нельзя употреблять, но по аюрведии капхам тоже надо ограничивать вообще употребление кофе, а, если вы его употребляйте, то лучше всего его заваривать с кардамоном или корицей, потому что там присутствует в кофе кофеин, который неблагоприятно на дошу влияет, поэтому добавьте туда кардамончику, корицы, и еще некоторые люди делают, я беру, просто добавляю, некоторые выдавливают туда сок лимона, чуть-чуть, вот, ну, беру там ломтик лимона и выдавливают, все это перемешивают и пьет, вот, позитивная вещь для капхи-доши, это компоты из сухофруктов, там, вот, из всех сухофруктов, какие вы любите, прям, сварите компот, поменьше минимизируйте употребление сахара, и просто пейте, вот, это хорошая вещь, и еще очень полезны травяные чаи с кислыми или горькими вкусами, если вы любите кофе, лучше всего перейти на цикорий, вот, наверное, такие вещи по напиткам я скажу, и, как бы, я просто как раз уже и сам уже попить захотел, поэтому мы, сделаем 5 минут перерыв и продолжим дальше, дальше нас еще ждет много всего-всего, так что пойдем еще дальше, так что всем желаю хорошего перерывчика, скоро вернусь. Ну, что, дорогие друзья, я вернулся, набрал себе водички, буду радоваться, продолжим, продолжим наше путешествие по питанию капх, как это правильно и интересно сделать. На вопрос, который мне прислали, я чуть-чуть позже еще отвечу, расскажу, дальше нас ждет, нас ждут орешки, чудо-орешки, тоже пойдем к этому, орехи с орехами тоже все плохо, их много не поешь. По поводу орехов скажу так, что как я люблю и как часто меня люди просят, особенно это связано вот с фундуком, который изредка рекоменду можно употреблять и пекан, я люблю их в теплой обработке и частенько у меня в арсенале есть такое блюдо, это паста с орехами, я чуть позже расскажу, что это за блюдо, его иногда можно готовить и я туда отвариваю фундук, я его прям варю где-то минут 10-15 он у меня кипятится, чтобы орехи стали мягкими, я их еще называю молочными, чтобы они нежные-нежные стали, ну все зависит, и по поводу орехов я порекомендую вам орехи сушеные, не жареные, а именно сушеные, которые были высушены, потому что в сушеных орехах все полезные микроэлементы сохраняются, и лучше всего употреблять именно такие орехи, вот, миндаль, нельзя нам есть, даже если кто-то часто любит какие-то десерты или салаты готовить с миндальными лепестками, там в миндале очень много, я забыл слово, такое необычное слово, большой концентрат этого микроэлемента, поэтому вот капхом его нельзя употреблять, проще, не туда пошел, не туда нажал, сейчас мы вернемся, мы дошли, вот я для капх, часто мне задают вопросы разные, сколько калорий, сделал такую еще штучку интересную, это сколько калорий, вот 100 калорий, там, в каком количестве орехов, это вам так, на заметку, особенно для тех, кто пытается похудеть, еще что-то, но пока еще не сильно углубляется именно в аюрведическое направление питания, вот есть такая интересная маленькая табличечка, которой можно пользоваться, это все было просчитано в институте пищевого производства города Москвы, с кем я сотрудничал, когда жил в Москве, мне было интересно узнавать о разных продуктах, я приносил в лабораторию какой-то ингредиент, и говорил, дорогие дамы, я хочу узнать, чего здесь сколько, мне было всегда интересно, любил разбирать продукт вообще на запчастя разные, так было веселее работать, вот, ну и тут можно посмотреть высокое содержание, да, калорий белка, я бы так сказал, в кедровых орешках, здесь нет еще грецкого ореха, к сожалению, которым тоже, там получается 65, 65, 67, идет орехов, ну вот этих вот долек, пойдем дальше, дальше у нас будут семечки, это вот такие семечки вы можете употреблять, кунжут лучше всего употреблять именно в сыром виде, тогда когда он еще такой беленький, хорошенький, интересный, тыквенные семечки я рекомендую употреблять большую часть это женщинам, по поводу тыквенных семечек, в них очень много содержится ферментов, которые улучшают кожу, делают ее светлой, но осветляют кожу, поэтому и мягкой, поэтому тыквенные семечки я рекомендую вообще употреблять девушкам, это вообще женский такой продукт, который очень хорошо влияет на внешнюю красоту дам, вот, ну и семена подсолнечника, поэтому я тут подсолнух налепил на презентацию, было красивее, интереснее, дальше, по поводу масел, как раз к чему мы, о чем мы разговаривали, сафлоровое масло, часто не спрашивают, что это такое вообще, это есть такое растение, его сафлоровое масло я один раз в жизни видел вживую, попробовал его, вкус я не понял, потому что он отличается вообще от всех видов масел, и я как бы даже это растение ни разу не видел вживую, поэтому я даже не мог понять, с чем это можно сравнить, но оно вкусное, оно приятное, оно очень хорошо подходит для холодных продуктов, для холодных блюд, и его не рекомендовано вообще нагревать, максимальный его нагрев, как я помню, там даже на самой бутылке было написано 35 градусов, тогда он не теряет всех своих эфирных вкус, эфирные вкусы, и свой личный вкус, плюс полезные микроэлементы, они легко там погибают, сафлоровое масло, оно очень хорошо чистит кровь, оно расщепляет желчь, и как мне объяснил диетолог, оно отсколупливает со стенок кишечника все, поэтому вообще это очень полезное масло, но его найти просто тяжелая штука, его можно заказать через интернет, и время от времени употреблять, горчичное масло, ну это известное всем масло, которое тоже в горячем виде лучше не употреблять, единственное я замечал люди не вегетарианцы, которые тоже увлекаются здоровым питанием, но не вегетарианцы, они запекают птицу с горчичным маслом, вот его просто обмазывают, там, курицу, что-то еще, и в лукове запекают, вообще как бы печеное блюдо это считается полезным, полезной системой питания, это часть всего делают ребята у меня, друзья, которые занимаются тяжелой атлетикой, они часто пекут себе, запекают всякие вещи, чтобы у них эти все микроэлементы в организме собирались, а то им толкать по 200 килограмм в спортзале, вот, по поводу кунжутного масла, самое полезное кунжутное масло, это холодного отжима, не жареное, жареное масло, часть всего используется в паназиатской кухне, кунжутное, поэтому нам лучше его употреблять вот именно в холодном отжиме, когда оно светлое такое, и не сильно ярко пахнет жареным кунжутом, кастровое масло мало кто любит, скажу честно, я его вообще не понимаю, ну, как бы мне, я его отталкиваю от себя, мне очень сильно почему-то не нравится запах и аромат его, поэтому тут как ни крути, вот, ну, и честно вам признаюсь, я не могу отказаться от оливкового масла, я вот сам не могу от него, мне оно очень нравится, я себе покупаю всегда маленькую бутылочку дорогого оливкового масла, которое привозится из Италии, которое настолько сильно пахнет оливками, что вот мне оно просто нравится, я люблю его добавлять, когда я готовлю себе какие-то салаты, вот, сольное масло, его очень тяжело найти, но скажу вам честно, это безумно вкусное масло, если у вас будет возможность, попробуйте его найти для себя, для своего рациона время от времени, чтобы употреблять, тут еще я как бы смотрю, что нету такого масла, как льняное, льняное масло вообще рекомендую употреблять людям, которые перестают употреблять мясные продукты, потому что там находят в составе льняного масла большой концентрат омеги-3, омеги-6, которая нашему организму нужна, и когда вы переходите с всеядного образа жизни на вегетарианский образ жизни, часто организм резко не может вырабатывать, вообще омеги наш организм может и сам вырабатывать, также они присутствуют омега-3 и омега-6, они присутствуют в молочных продуктах, вот, поэтому я рекомендую чайную ложечку один раз в день льняного масла вообще всем людям, это очень хорошая вещь, полезная, которая нормализует вообще организм, вот, что вам еще раз сказать интересного, масло канола, его можно найти, в магазинах здорового питания, оно продается, в разных городах где-то есть эти магазины, где-то нет, потому что сколько езжу по городам, иногда я не могу найти, ой, правду сказал, вот, дальше, пойдем дальше, что у нас дальше, дальше у нас специи, самая такая тяжелая стезя тренингов по здоровому питанию, аурведе, диетологии, это специи, вот, специи, большой выбор, который можно использовать вообще в питании капх, да, видно сразу же, что тут сахар, про который вам говорил, что лучше всего его исключать из своего рациона, очень много капх, кстати, болеют сахарным диабетом, я очень часто встречаю, у меня, к сожалению, мамы тоже с этим проблемы, но она себе не может раз в месяц отказать от какой-то конфетки или еще чего-нибудь, а то она нервничать начинает, как я говорю, мам, тебе дать конфетку, чтобы не нервничала, вот, ну и шиповник, шиповник, такая ягода, которая охлаждает очень хорошо организм, поэтому не рекомендуется употреблять, я встречаю еще шиповник в порошке, его тоже лучше исключить, но шиповник в порошке, если для других дождь, он очень хорошая штука, и ее можно использовать как специю, она придает необычный вкус и необычный аромат, никто, кстати, даже профессиональные повара у меня не могли определить, что это такое вообще, потому что он, когда в порошке шиповник, он очень сильно отличается ароматом и вкусом, вот, но шиповник это ягода, которая безумно богата микроэлементами и витаминами, поэтому живя в северных регионах холодной, в холодном месте обитания, я так скажу, шиповник это нужная вещь, я сам его употребляю время от времени, потому что стараюсь организм свой как-то поднимать, потому что не всегда у меня получается с моей жизнедеятельностью придерживаться полностью всего, чему меня учила мама с малого возраста, поэтому я стараюсь как-то выкручиваться из этих ситуаций, отходить от своей доши и стараться, чтобы не заболеть, я так скажу, вот по поводу специй, чеснок лучше употреблять капхом, скажу так, в суровом виде, так даже твердит наша современная диетология, дело в том, что капхо конституция, она, если вы особенно употребляете дрожжевой хлеб, дрожжевые продукты, и чеснок выводит вот именно эти дрожжи из организма, и современные диетологи рекомендуют употреблять чеснок в сыром виде, ну, последний раз, когда мне сказали, ты типа чеснок ешь, я говорю, нет, а тебе надо в день 3-4, я прошел обследование такое необычное для себя лично, я люблю себя тоже смотреть у разных врачей, мне это всегда интересно, мне сказали, что мне надо 4-5 зубчиков чеснока съесть, каждый день, я думаю, что же со мной будет происходить, когда я буду есть такое количество чеснока, дело в том, что есть такое хорошее исследование, это сделали в Великобритании, кажется, я не помню в каком году, когда человеку намазали пятки чесноком, а у него через сколько-то там минут начали чесноком пахнуть ногти на руках, вот настолько это сильная специя, сильный продукт, который легко распространяется по всему организму, поэтому переусердствовать тоже с этим не надо, хоть это и прям можно есть и есть капхом, но не надо с этим шутить, а то люди вас со стороны, особенно если вы общите всегда в коллективе, люди не поймут, почему от вас так чесноком пахнет, подумают, что вы против вампиров боретесь, но энергетические вампиры тоже наверное боятся чеснока, они первые зададут этот вопрос, почему от тебя так пахнет чесноком, да, по поводу куркумы, куркума это самый лучший антисептик вообще, и специи, по поводу куркумы, у нас очень хорошая вещь происходит на производствах общепита, когда бойцы на кухне порежут себе руку, или еще что-нибудь сделают, и появляется открытая рана, ребята делают удивительные вещи, они сыпят куркуму на рану, а потом заматывают все это листиком нори, куркума это как антисептик, а в листике нори находится растительный йод, вот, и в связи с этим, во-первых, ты обеззараживаешь свою ранку, во-вторых, ты останавливаешь при помощи этого йода кровь, вот так делают многие повара, когда я еще не был поваром, я не знал об этом, когда я попал на кухню профессиональную, я попал на вегетарианское заведение в Москве на эту кухню, я был слегка удивлен, потому что поначалу на быструю шинковку меня обучали, и я себе пальцы резал, и мне прям шеф-повар так, чик-чик-чик-чик, все замотал, все говорит, все хорошо с тобой, иди на пальчник одень, идешь на пальчник одеваешь, и все хорошо, вот, по поводу вот пажетника как раз, я в начале еще вебинара говорил, пажетник это вообще вяжущая специя, я ее почему-то с детства не люблю, потому что мама у меня прям такая прям сильная капха, я это еще помесь метисия, вот, она этот пажетник добавляла везде, и плюс, расскажу вам такую историю, может быть, кто-то это неправильно, я говорю, предупреждал, что я люблю рассказывать всякие честности, интересные вещи, которые, с которыми люди иногда встречаются, сейчас, в данный момент в нашей стране нет тараканов, а когда я был маленький, мы как-то приезжали к родственникам, и я первый раз увидел таракана и личинку таракана, и когда пажетник, берешь крупные семена, и если их проваришь, протушишь, они набухают, и вот мне напомнило эту штуку, после этого я пажетник даже видеть не мог, только в сухом виде, когда вот он еще такой, весь мелкий, вот, из-за этого может быть я пажетник, ну, плюс мне он сильно вяжущая, она сильно вяжущая специя, поэтому для полных капх, это вообще классная штука, которую надо употреблять, думаю, интересы я к пажетнику своим рассказом никого не отбил, вот, и никого не напугал, но надо же как-то все развивать, вот, по поводу горчицы для капху, существует вообще два вида горчицы, да, это черная и белая горчица, для капху лучше всего использовать белую горчицу, потому что в белой горчице присутствует тоже вяжущий эффект, который хорошо нормализует дошу, вот, черную горчицу я принимаю как специю, которая вдохновляет аппетит, я так скажу, потому что мне очень нравится аромат этой специи, когда ее обжариваешь в масле, черную гвоздику, появляется ореховый такой нежный-нежный оттенок, я даже как-то экспериментировал, добавлял в один из десертов, была выпечка, именно масло ги уже с обжаренными, ну, процеженное, но в этом масле ги я обжаривал именно черные семена горчицы, и у меня получились ореховые булочки, это было удивительно, без единого добавления орехов, часто очень спрашивают, не вегетарианцы, когда приходили ко мне в рестораны, и где у меня есть альтернатива мясной кухне, это какие-то супы или горячее со вкусом какого-то мясного продукта, вот, они сегодня спрашивали, что вы добавляете, один, вспомню, меня тетенька на мастер-классе, я при ней готовил чечевичный суп, да, чечевичный суп я готовил, я специями создавал вкус говядины, женщина, которая сидела, видела, как я этот суп готовлю, и там сидело еще человек пятнадцать, на мастер-классе, попробовав этот суп, она на меня начала кричать и ругаться от того, что я как-то незаметно бросил в этот суп говяжий бульон, кубик, вот, все смеялись очень долго, все люди начались с ней спорить, вот, поэтому при помощи специй можно создавать какие-то вкусы, как вам сказать, вся наш, весь наш интерес кулинарии и все наше вдохновление на будущее зависит от нас самих, да, и поэтому экспериментировать всегда нужно, пробовать что-то новое всегда надо, и поэтому есть список, вот из этого списка можно очень многое, как это я правильно говорю, намутить, чтобы что-то получилось интересное и необычное, кулинары всегда это делают, им только дай просто вот линейку специй, они будут с ними мучиться, мучиться и что-то придумывать новое, вот, по поводу мускатного ореха, это очень яркая специя, которая может так приукрасить ваше блюдо, так и испортить, мускатный орех я рекомендую использовать исключительно цельный, сейчас он на полках в магазинах очень дорогой, я не поспорю с этим, последний раз я покупал 250 грамм цельных за 400 с чем-то рублей, я был чуть-чуть шокирован, у меня мускатный орех дома закончился, а мне понадобилось на мастер-класс, я поехал в магазин, в супермаркет, я был чуть-чуть шокирован, по поводу молотого мускатного ореха, почему я его не рекомендую потреблять, потому что мускатный орех, он очень быстро выветривается, его все ароматы и масла эфирные, поэтому лучше всего его держать в ядрах плотно закрытой баночки, стеклянной или там пластмассовой, и лучше всего в темном месте, вот это самая хорошая вещь, вот, мускатный цвет, то же самое, мускатный орех, мускатный цвет, кстати, я вот в Новосибирске его не находил, я ездил недавно в Москву в командировку и привез домой наконец-то мускатный цвет, это очень необычная вещь, которая, как вам сказать, что с ним лучше всего делать, я понял одно, что самая классная специя вот именно для приготовления напитков, это мускатный цвет, они похожи на, если кто не знает, на какую-то такую вот кору светлую, я его тоже натираю чуть-чуть, очень сильный аромат, очень сильный вкус, поэтому не переусердствуйте с этим, вот, дальше по перцу, красный, черный перец, это те перцы, которые усиливают огонь в пищеварении, поэтому их можно употреблять на постоянном приготовлении, что вам еще рассказать, лавровый лист, лавровый лист цельный, и всегда его убирать после того, как вы приготовите, потому что кто-то если супы готовите, часто я встречаю, что этот лист может плавать, пока этот суп весь не закончится, этого делать нельзя, потому что после того, как вскипела ваша вся жидкость, лавровый лист надо держать максимум полчаса в жидкости, со временем он начинает выделять кислоту, которая не только испортит ваше блюдо по вкусу, но также увеличится процесс брожения этого блюда, овощи тоже, если вы тушите, поэтому лучше всего, когда вы приготовили что-то, его потом убрать оттуда. По поводу тимьяна, чабер, его еще называют, лучше всего использовать в свежем виде, это прям брать веточки домой, это очень классная штука, если вы кто-то тимьян не любит, когда он вот этими листочками, я люблю делать так, что беру просто сковородочку, разогреваю масло, и туда вот эти веточки прям бросаю, у меня есть дома стоит прям в баночке, в бутылочке такой с крышечкой тимьянное масло, у меня такое же еще есть розмариновое масло, вот, и все масло прованских трав, это у меня супруга любит салат есть, там уже готово, я разогреваю масло, обжариваю все цельные свежие травы, масло это все забирает в себя, и у меня эта баночка просто стоит, у меня еще чесночное масло также стоит, и масло это просто стоит в холодильнике, в бутылочке, кому в семье какое хочется, каждый берет сам, это не портится, это может стоять, я уже не помню, сколько у меня чесночное масло стоит, с ним все хорошо, и его все еще супруга ест, вот, так, что тут еще интересного такого, вот, по поводу вообще работы со специями, самая хорошая работа со специями, потому что специи это не приправы и не пряности, скажу вам честно, это лекарства, это лекарства, которые используются уже с покон веков, именно для лечения многих вещей, я как-то сидел и читал всякие упаковочки, у меня знакомая, она работает в аптеке, вот, ей тоже интересно, чем я занимаюсь, и она как-то начала тоже углубляться в это, и придя к ней в гости, мне что-то понадобилось в аптеке, она говорит, Руслана, ты знаешь, что, говорит, большая часть вообще лекарств, которые сейчас широко используются и имеют спрос, составим у них большое количество разных специй, я говорю, ну, да, наверное, потому что, говорю, в моей методике специями вообще людей лечат, делают разные масалы, разные смеси, которые вот именно очень хорошо влияют на дошу, на доши, даже так скажу, поэтому со специями надо уметь править, точнее, даже не уметь, а стараться относиться к ним правильно, не надо усыпать вот просто сгоряча, там, не знаю, горсть чего-то, может быть, да, это вкусно, вам нравится, там, ярко выраженный вкус, там, не знаю, гвоздики, ореховый вкус, черной горчицы, но дело в том, что большой концентрат ферментов, которые находятся, вот, которые используются, читая, читая вопрос, что-то сбился, которые используются у вас в приготовлении, вот, большое количество ферментов в этих специях, они могут не улучшить ваш организм, а наоборот, ухудшить, я называю это передозом, как у наркоманов, да, не надо с ними шалить, не надо с ними иногда, и кто-то любит побаловаться со специями, этого делать нельзя, поэтому всегда оно должно быть все умеренно и правильно, по поводу правильности, самый хороший способ работы со специями, это именно обжаривание в масле, в горячем масле, да, масло гей, у кого-то это может быть растительное масло, вот тогда все вкусы, все вот эти ароматы, все вот это, это будет выходить все в масло, потом вы добавляете это масло в блюдо, поэтому широко используются наборы, да, делается масала, у каждого человека своя масала, вот я знаю, что я их попробовал, наверное, миллион, этих разных масал, люди по-разному их все готовят, поэтому я в своих заведениях, я сам лично готовлю масалу, которая также в масле стоит в холодильнике, грубо говоря, сразу пол-литра или литр готовлю, чтобы повара не начали готовить, этот готовит так масалу, этот готовит так масалу, а гость в зале кто попробовал один вкус, кто попробовал другой, там очень сильно все влияет на вкусы, вот, вот это первый такой самый основной рекомендуемый вообще способ работы со специями, второй, это сухая обжарка на сухой сковороде, для раскрытия ароматов, вот эфирных масел, да, и для оттеночного усовершенствования вкуса, чтобы этот вкус был ярким, для этого специи цельные, не порошковые, порошковыми вообще тяжело очень делать, поэтому цельные специи обжаривайте на сухой сковороде, вот это тоже хорошая вещь, это для того, когда вы начинаете работать уже со вкусами и силами, именно специи, вообще ароматы специй, они влияют не только на нас самих, а также на все, что происходит вокруг, поэтому, когда начинает пахнуть специями, почему-то у всех появляется хорошее настроение, я не знаю почему, может это эфирные масла так влияют на людей, но у всех людей сразу появляются какие-то фантазии интересные, кто-то там вернулся в Индию спустя 10 лет, вот, это такие вещи я переживаю на мастер-классах, когда я готовлю со специями, я не готовлю на мастер-классах постоянно со специями, признаюсь честно, потому что иногда запрашивают какие-то классические кухни, именно в итальянском направлении, например, хотят увидеть вегетарианскую кухню или постную кухню, особенно в ресторанах, вот эти вот со специями, чтобы повара научились работать, это самая большая работа, чтобы научить поваров правильно работать со специями, они все с бухты-барахты делают, поэтому мне легче внедрить вегетарианскую страничку для ресторана без специй, чем со специями, со специями мне придется туда углубиться на целый месяц, а без специй или с каким-то малым набором специй и классическими специями, которыми уже умеют повара работать, да, это как имбирь, базилик, черный перец, там, петрушка, тимьян, розмарин, вот с такими вещами, там, кумин, сейчас очень широко используется, и повара уже знают, что это делать, вот, корица, ваниль, вот с кардамоном многие повара не умеют работать, поэтому я стараюсь минимализировать внедрение специи в какие-то обыденные простые рестораны, со временем, если я работать начинаю тесно с этим рестораном, я индивидуально работаю с поварами, и мы начинаем развивать это направление, потому что поваров уже начинается открытие новых каких-то возможностей, они уже начинают фантазировать, вот, и третья такая работа со специями, это паровая, я так ее назову, обработка, да, это кипячение или на пару еще что-то, вот, в этом случае у вас раскрываются хорошо эфирные и вкусовые, но вкусовые идут в внедрение я их называю расщепительными, вкус будет всегда теряться, оттеночного, четкого, яркого вкуса специй уже не будет, потому что вода, она разводит, размывает эти вкусы, и поэтому у вас общий получится такой вкус, уже смешанный со вкусами ингредиентов, поэтому это вот третья такая ступенька, ну, и кто-то любит, наверное, четвертую, это свежемолотые специи на свое блюдо, просто так сверху тык, если есть какие-то мельницы, специи, по специям я хочу как-то вообще отдельно еще раз мы, чтобы провели вебинар, в связи с тем, что по специям очень много говорить надо, это очень такая сложная страница вообще кулинарии, о специях существуют книги, и они весят по 5-7 килограмм, у меня такая одна есть, это кулинарный справочник шеф-повара, пряности и специи, она весит 5-700, я с ней с города в город даже не езжу, поэтому я в каждый город, когда приезжаю, я ее ищу или заказываю через интернет, чтобы мне ее привезли, вот, потому что с ней в самолете не полетаешь, вот, поэтому по специям мы, скорее всего, проведем отдельный вебинар, на котором мы будем вообще разбирать много специй, включая и разберем много, ну, несколько массал, которые, к примеру, от каких-то болезней, там, простуда, есть, многие люди не могут употреблять специями, у кого язва желудка, вот, такие вещи разберем, какие, что можно сделать, какую массалу, если человек, ну, любит специя, а все, у него нет возможности их употреблять, вот, такие вещи мы сделаем, поэтому, по специям, я думаю, нам, пока на сегодня хватит, вопросы, которые вы задали, я их сохраняю, поэтому, я на них чуть позже еще отвечу, прям по порядку буду отвечать, ну, а теперь, я так скажу, я не люблю слово мясоеды, для меня это кажется какими-то людьми из страшных фильмов ужасов, вампиры, людоеды, мясоеды, вот, поэтому я вообще люблю говорить все явные, это красивое слово, это те люди, которые едят все, им все интересно, вот, для капх, ну, постоянно нельзя есть мясо, это гласит июрведа, поэтому изредка можно, мясные продукты вообще в июрведу включаются, чаще всего аюрведа стараются людей притянуть к вегетарианству, но мясные продукты мы не можем исключить, потому что частенько в июрведе лечатся болезни при помощи при помощи мясных продуктов можно человека вылечить от какой-либо болезни, с этим не поспорим, не поспоришь в связи с тем, что, ну, в мясных продуктах есть какие-то нужные ферменты для, вот, именно работы с болячкой, если взять историю ведической культуры, я часто ее напоминаю религиозным людям, у которых есть дети, ребенок простыл, заболел, у него еще что-то. В Индии среди ведической культуры произошла один раз ситуация, если вам известен такой ачаре, Шила Прабхупада, это тот человек, который перевел с санскрита большое количество вед, которые мы можем легко теперь читать, то на английском, теперь еще и на русском это все есть в большом количестве, вот, Шила Прабхупада, когда был маленький, он очень сильно заболел, ему не могли помочь в Индии врачи, и пришел английский врач из Лондона, посмотрел ребенка, и сказал, единственное, чем вы его можете вылечить, это куриным бульоном, просто поить его круглый день только куриным бульоном, а родители Шила Прабхупада очень религиозные люди, мяса у них вообще никогда в доме не было, никакого, даже рыбы, яиц, ничего не было, и отец Шила Прабхупады начал панику, когда как так можно ребенка мясом кормить, этого делать нельзя, и все такое, все такое, все такое, вот, но когда ребенку стало уже очень плохо, он сел к алтарю, начал с алтарем общаться, ему пришел ответ, что напои его куриным бульоном, он его напоил целый день куриным бульоном ребенка, и ребенок выздоровел, вот в связи с этим как бы он происходит ситуация, что иногда людям для того, чтобы прийти к чему-то, надо пройти через это, я уже более 20 лет вегетарианском образе жизни, но честно скажу, я попадал в ситуации, в которых первая ситуация, это в которых кроме мяса мне ничего не было есть, и я не мог ничего есть целый день, я в этот момент служил в армии, и мне пришлось есть эту тушенку, консервную банку, но если бы я этого не поел, я бы не сидел сейчас с вами и не разговаривал, вот, поэтому иногда в жизни и так складываются, да, но и для тех людей, у кого-то если есть какая-то болезнь, я помню такой рассказ, один раз я был чуть-чуть удивлен, я все еще не могу понять это правда или нет, но я прочитал и по новостям это говорили, что в какой-то стране ученые при помощи мяса начали работать как-то с раковыми клетками, что типа они с ними что-то сделали, они давали определенные виды мяса людям, у кого раковые заболевания и выявили какие виды мяса, как влияют на эти раковые заболевания, потому что чаще всего говорят, что все раковые заболевания это от употребления мертвой плоти, что они не очень хорошо развиваются, если человек употребляет мертвую плоть, поэтому вот такой вот интересный раздел я вам тоже предоставил, потому что я не знаю, может быть здесь есть и не вегетарианцы, поэтому информацию эту вам тоже полезно было бы знать, но при помощи аппарата видопульс вы можете более плотно узнавать о том вообще, что вам можно употреблять, как можно с этим работать, я сам этот аппарат безумно люблю, я все время им пользуюсь, у меня очень много врачей, аэровидийских врачей, у кого есть этот аппарат, я когда к ним прихожу в гости, мы договариваемся, я готовлю ужин, а они меня обследуют, и мне все время интересно, вот как я каждый месяц, к примеру, меняюсь сам в себе, потому что этот аппарат дает настолько обширную информацию об организме человека, о моем личном организме, что я все время понимаю, что мне делать надо дальше, и как вообще действовать, вот, поэтому мы уже с вами почти два часа именно вот эту теорию все обсуждали, сейчас я думаю, можно будет так, пойдем вверх, 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 нашел, я просто начинаю, где у вас начинаются ваши вопросы, я думаю, сейчас я уже начну вот отвечать на вопросы, которые вы мне задали в течение вот этой всей теоретической части, я сейчас на них отвечу, чуть-чуть мы пробежимся, еще раз вернемся по всем нашим продуктам, да, как лучше всего что-то сопоставить, и дальше мы уже к живому разговору перейдем, вот, мне задали вопрос, Руслан, как правильно приготовить топленое масло, чтобы приготовить топленое масло, надо найти хорошее масло, сливочное, это первая задача, вот, часто в магазинах мы встречаем масло, которое добавляется соль, какие-то концентраты, какие-то канцерогены, в первую очередь мы применяем первое правило питание, особенно в мегаполисах, читайте, что написано на упаковке, масло сливочное для нужна, которое сделано из молока, из сливок, вот, там прямо написано из натурального молока, сливок и все такое, не берите масло, в которое добавлено сахар, соль и еще концентрированные какие-то вещи, там пишут всякие цифры, буковки, я все не запомню, это очень большой поток информации, у меня голова взорвется, если все буду запоминать, вот, да, здесь проще так, натуральное сливочное масло, просто вот запомните это слово, чтобы было натуральным сливочным маслом, лучше всего брать от 72 процентов до 82, ой, до 85, я находил масло 85 процентов жирности, его очень редко найти, но можно, но можете взять 72,5, там 78, такие тоже встречаются, но везде разные, вот, берете опять же кастрюлю с толстым дном, не слоеным дном, а вот именно с толстым дном, я для этого у меня казанчик, я его называю котелок, вот, вы забрасываете туда масло, ставите на меньше среднего огня, просто разного всех у вас разные плиты, газовая плита это вообще шикарная плита, там можно понять, вы ставите на самый минимальный огонь, который можно включить на газовой плите. На электрической плите это, знаете, газовой вернемся, на газовой плите есть, когда вы включаете, у вас есть максимальный огонь, и потом вы дальше крутите, он уменьшает, или вы можете к выключению уменьшать, вот, лучше всего сделать на максимальный огонь и вниз, который идет там, где маленький огонек нарисован чаще всего, Вот ставите на это и начинайте его топить. По поводу электрической плиты. Возьмем шестиступенчатую электрическую плиту. Лучше всего включить на двоечку. Вот. Между полной единицей и троечкой. Двоечку. У всех разная. У кого-то есть двенадцатиступенчатая плита электрическая. У кого-то она трехступенчатая. Если трехступенчатая, то это на единичку. Грубо говоря, все здесь условия математики. Теперь начинаем считать. Я вам даю шестиступенчатую. Включаем на двоечку и начинаем топить. Во время того, как оно топится, постоянно снимать надо верхнюю пену. Там будет пена такая появляться, пенка. Что это такое? Белая пена – это вот именно белковая структура, которая, называю многие, многие ее так тоже называют. Говорят, это ненужная лактоза. Чтобы ги лучше усваивалась. Это вот все это. Вот. Это вот как раз такая вещь. Ету пенку снимать надо постоянно. Лучше всего ее не запускать. Масло кипятить надо, ну вот именно топить его до состояния, знаете, такого карамельного оттенка. Я вот люблю такое, потому что очень хороший аромат появляется, когда у вас масло становится такой светлой карамелью. Когда вот вы пенку снимаете. Потом вы берете другую кастрюлю, вытираете ее насухо. Ставите на нее сито, самое мелкое сито, какое у вас только есть дома. И начинайте переливать медленно-медленно, чтобы то, что на дне, ни в коем случае не попало туда, куда вы переливаете. Вы переливаете это топленое масло и убираете его. А вот все, что внизу осталось и в сите, это все надо выбрасывать. Это тяжелые металлы, которые вообще людям противопоказаны. Я встречал один раз людей, которые любят эту поджарку кушать. Я был в шоке. Это вот все железо, металлы, вот это. Все, что есть в организме и в коровьем молоке, это вот ненужные вещи, это все вот вниз оседает. Поэтому это топленое, поэтому вот эту вещь лучше не есть. Ну, кто-то любит, пускай ест. Это все выкидывается. Все, мой свой казаночек и все нормально. То, что вы перелили, это может стоять в холодильнике, в закрытом виде. Когда остынет, вы это закрываете, может стоять вообще у вас просто на кухне. Это масло не портится, если вы его правильно протопили. В среднем 1 кг сливочного масла я топлю 2,5 часа, все время за ним присматривая. Ни в коем случае его нельзя оставлять без присмотра. Поэтому это кропотливая работа, которой надо уделить время. Я для этого беру себе 3 кг масла, большой казан, натопил себе на 2 месяца и все хорошо. Так что я рекомендую выходить с этой ситуацией то же самое. Конечно, 3 кг масла занимает у меня часов 6-7. Поэтому я вот вчера купил масло, у меня осталось там, наверное, грамм 200 масла ги. И я сейчас после вебинара пойду к себе на кухню, включу музыку, буду заниматься делами. И у меня будет в этот момент топиться масло. Так что у меня сегодня есть вообще дела уже на вечер полезные. Так что я думаю, я вам ответил по тому, как приготовить масло ги. Мне задавала этот вопрос Татьяна. Так что дайте знать. Если нет, то можете написать, пока я отвечаю на следующие вопросы. Я добавлю. Следующий вопрос. Чем можно заменить сахар, например, в выпечке, если натуральные аналоги, не вредящие организму? По поводу этого есть. Самый вообще такой интересный продукт, его очень редко найти можно. Но если бы люди наши вникали в свое здоровье в нашей стране, вникали в свое здоровье, как правильно питаться, есть такой продукт, называется пальмовый сахар. Я думаю, вы можете даже набрать в интернете. Это такие шайбочки классные. У меня мама диабетик. Она его ест теперь. Она теперь счастлива вообще на всю жизнь, потому что я ей привез вот эти там спайки, там по 4 штуки, по 4 шайбы. Я ей привез 20 пакетов, коробку. Привез из Москвы, чтобы она теперь могла пить чай с сахаром. Потому что она тоже из Башкирии, и она чай с молоком и сахаром любит пить. Но она все время мучается. Она ест малое-малое количество домашнего меда. Потому что вот диабет, ей очень много всего испортил в жизни. Свой организм она поддерживает при помощи вот именно правила аюрведы. Она хорошо двигается, она занимается делами. Она у меня религиозный человек. Проводит всякие там праздники, хоринамы и все такое. Она очень подвижная. У Тьей уже очень большой, у нее очень большой возраст. Вот. Так что вот выпечки самый хороший такой пример, который не то что не вредит организму, он наоборот помогает организму, я бы так сказал. Это пальмовый сахар. И вот так же можно, если у вас в городе есть магазины здорового питания, попробуйте задать там вопрос и скажите, что он вам нужен. В некоторых магазинах его здоровом питании, такие вот, например, как там Джиганат и еще что-то, там его нет. Но если люди начинают спрашивать его, то он появляется на полках. Вообще весь маркетинг торговых сетей сделан так, торговых магазинов. Если людям надо, это начнет появляться. Так что вот это по поводу сахара. Я не рекомендую вот эти таблеточки сахарозаменители всякие. Я очень не люблю фруктозу. Я ее очень изредка в стандартных кухнях использую только в каких-то десертах, в которых используются и сахар, и красители, и все, потому что без этого не может кондитерское искусство жить. Это вот премиум класса кондитерское искусство, которое на выставках и все такое. Следующий вопрос. Я думаю, если вам Андрей ответил, то вы тоже можете отписаться, чтобы я знал, если надо еще что-то, и то я добавлю к этому. Мне еще задали по поводу мускатного ореха. Мускатный орех в кладах очень твердый. Как его использовать, натирать на терке трудно. Да, не спорю. Наша жизнь вообще трудная штука. Да, вообще трудно жить. Первая задача нашей жизни – заработать денег на этот мускатный орех. А то, что с этим мускатным орехом в дальнейшем делать, это уже проблемка вторая. Честно скажу, мускатный орех у меня очень хорошая кофемолка, но мне не надо его много. Поэтому и вам я не рекомендую его сразу же взять, плод измельчить, его в кофемолке, и потом это будет стоять молотая. Это вот та же самая, тогда проще купить в порошковом виде его сразу же. А самый лучший способ – это вот самый трудный способ. Наша жизнь и так трудная штука, поэтому чем больше у нас труда, тем дальше мы двигаемся. Труд – это развитие. Человек, когда трудится, он начинает развиваться. Самый обширный способ – это натирание на терке. Для этого есть даже мускатная терка. У меня она есть. Это у меня маленькая такая терочка. Я ее специально заказываю из интернета. Я с ней езжу на мастер-классы. Все люди, когда ее видят на столе, где все мои приборы, все мои спецсредства для приготовления блюд, они все время удивляются, зачем мне такая маленькая терка. Я вот этой терочкой прям натираю. На блюда мускатный орех, когда он в ядре, ядром, он очень сильно ядерный. Поэтому его надо очень мало. Вам не нужно целый орех натирать на целое блюдо. Вы можете этим способом вообще все испортить. Поэтому давайте пойдем к трудному. Наша жизнь опасна и трудна. Так что остановимся на этом. Потому что остальные все способы вам вы измельчите все до конца. По поводу... Так, кстати, хороший вопрос, Маргарита. По поводу масла в духовке. Маслоги в духовке готовить не рекомендую вообще. Это сколько раз вам придется это масло вытащить из духовки, чтобы снять эту верхнюю пену. Вы это масло будете доставать, у вас это все будет вот с тяжелыми металлами заново все перемешиваться. Это очень такая нежная, кропотливая работа. Поэтому лучше всего, чтобы кастрюлька стояла у вас на плите, вы это спокойно все снимали, это все, что тяжело, оседало вниз. И вы потихонечку, медленно, с улыбкой это все переливаете. И говорите себе спасибо, что вы выдержали эти 2,5 часа стояния перед плитой. Вот в духовке не рекомендую вообще готовить топленое масло. У вас все будет то же самое. У вас только единственное... Улучшится масло тем, что у вас появится топленый вкус. А вот эти все вредные вещи, которые не нужны нашему организму, они останутся все там внутри. Вот. Так что вот такие. Давайте сделаем первые 5 минут, наверное. Потом мы сразу же начинаем разбор полетов по... Так. Да, вижу ваши вопросы. Тогда давайте сделаем 5 минут перерыв. Потом мы перейдем к рецептам. И потом вживую поговорим. И я сейчас после перерыва еще... Кстати, во время перерыва вы можете еще написать тогда несколько вопросов, чтобы вам спокойнее было. Я вот только не знаю, тут... А, тут нет такого. Вот. Напишите тоже вопросы. После перерыва я отвечу на вопросы. Перейдем к рецептам. И потом вживую поговорим. Возвращаемся еще раз. Еще раз. Еще раз. Я раз вас всех видеть. Вот. А, кстати, вернемся к самому началу нашего вебинара. Модератор говорит такую хорошую фразу. Всем доброго, доброго, доброго времени суток. Я тут вспомнил еще на первом вебинаре своем такой ситуации. Я был в гостях в городе Нижний Новгород. Там есть такой BMW-клуб. Меня туда пригласил этот BMW-клуб в гости. И они целую неделю, ребята, которые всеядные, питались на вегетарианской диете. Я все время то обеды, то ужинал. Мы там дома в большом коттедже жили. Готовил все время все вегетарианское. Они были все удивлены и в шоке. Им все всегда нравилось. Они там говорят очень хорошую вещь. Точно так же, как говорит всегда наш модератор. Они там говорят так, слава богу, слава богу, слава богу. Всем доброго времени, доброго дня и все такое. Они все время говорят слава богу, слава богу. Их там человек 30 в этой вот команде этого BMW-клуба. И мне всегда стало, мне в тот момент было интересно, почему они говорят. И один мальчик, я бы так сказал, президент этого клуба, сказал такую фразу, говорит, Руслан говорит, главная наша защита, кем бы мы ни были, это наш бог. Поэтому лучше всего для любого общения всегда сказать и о боге, а потом обо всем остальном. Поэтому у нас модератор тоже так интересно говорит всегда. И мне прям напомнило, что я опять в Нижнем Новгороде оказался. Вот. Ну что, сейчас я сделаю, наверное, какую-нибудь красивую картинку, выберу хорошенькую. Вот. Вот такую. И пролистну к вопросам. Вот. Руслан, чем магазинное топленое масло отличается от домашнего? Во-первых, как раз вот, наверное, здесь сейчас я сразу же отвечу, наверное, и на второй вопрос, Андрея. Дело в том, что масло ги, которое вы готовите сами, по ведическим канонам вообще, это считается духовным маслом. Я бы так сказал. Почему я говорил, что во время приготовления масла ги лучше всего быть в хорошем настроении, думать только о хорошем. Дело в том, что масло – это такой продукт, который в себя все собирает. Не только вкусы и ароматы, но также и всю энергию. Топленое масло, которое в магазинах продается, я, если честно, никогда не понимал, как они его готовят. Может, они его готовят также в духовке, топят просто и все. Но я делал для себя личный эксперимент. Я взял готовое масло, топленое масло, и его взял, еще раз протопил. Вот то же самое, что я удаляю из сливочного масла, я удалил из топленого. Поэтому, еще фраза такая, то, что мы делаем сами, всегда лучше для нас. Поэтому лучше всего сделать самому это масло топленое. Ну, и на второй вопрос, переходя на второй вопрос, полезнее на топленом масле ги, собственного приготовления готовить. Потому что растительное масло – это сделали не люди, а роботы. Это все делают аппараты, и неизвестно, кто это делает. Поэтому кухня моя заключается не только в каких-то там понятиях стандартных, но также и в духовных. Мне интереснее, чтобы люди, те, кто хотят правильно питаться, думали и об этом. Чтобы все было всегда хорошо, и все было всегда приятно. Вот. На масле ги можно как тушить, жарить, варить и парить. Делай, что хочешь, называется. В Индии вообще на масле ги фритюр делают. Потому что это считается полезнее, чем на растительном масле или на фритюрном масле готовить что-то. Поэтому мы, наверное, подойдем вот к этому вопросу так. Ну, и теперь сразу же то, о чем мы говорили, да, это... Сейчас я пролесну, да. Перейдем, наверное, к рецептам. Рецепт «Привет от королевы». У него очень большая история, у этого рецепта. Оно шокировало многих людей, эта история. Очень, не помню, сколько лет назад, у меня есть друг, который работал на телеканале Индия ТВ. Он ездил с группой, они сделали съемки в Индии и побывали на Гуа. Там на Гуа, на берегу Гуа, есть один ресторанчик очень необычный, в котором всего лишь три столика, и там один человек вообще в этом ресторанчике. Это, собственно, ресторан, он живет прямо на берегу, и у него там же и ресторан. И он готовит там этот десерт. Называется он «Hello to the Queen». «Привет, королеве». Вот. Этот мальчик, друг мой, приехал из Индии и говорит, «Руслан, я в Индии попробовал такой десерт классный, ты можешь мне его приготовить?» Дело в том, что во многих заведениях своих, в которых я работаю, я очень сильно люблю готовить именно по предпочтению человека. Когда человек просто приходит и говорит, «Я не хочу жареную картошку с грибами, а я хочу жареную картошку там с тем-то, с тем-то, с тем-то». Да, на этот ценник увеличивается всегда, потому что это считается спецзаказом по системе ресторанной деятельности. Вот. И для этого много еще дополнительной работы надо, потому что учет на кухне всегда есть, и мне надо еще будет эту рецептуру сделать, ее забить в компьютер, чтобы это все у меня учитывалось, чтобы не было недостач. Поэтому как бы вот так. И мне этот друг попросил, я ему объяснил, говорю, «Антош, я не знаю, как сейчас это приготовить». Он мне рассказал просто, как это выглядело, и какие вкусы он там почувствовал. Я говорю, «Дай мне срок, но давай мы с тобой договоримся, когда я придумаю это блюдо, я его приготовлю на мастер-классе. И на этом мастер-классе будет присутствовать вся твоя команда, которые пробовали этот десерт». Он говорит, «Да, хорошо». Я реально три недели голову ломал, как это все сочетать и это все собрать. У меня получилось собрать вот именно этот десерт. Состав этого десерта. Бананы, спелые, корица, молотая, топленое масло, ги, шарик мороженого. Давайте сделаем проще. Бананов на порцию, на одну креманку. Бананы одна штука, один спелый банан. На кончике чайной ложки корицу. Если кто-то любит корицу, вы можете добавить больше. Все это на ваш вкус. Шарик мороженого. Четыре дольки горького шоколада или молочного. Кто какой любит. Если взять здоровое питание, то лучше всего горький шоколад. А если еще глубже зайти, то можно взять кероп. Сверху просто керопом посыпать. Дальше идет у нас листочек мяты. И как это все интересно... А, и еще надо отдельно приготовить песочное тесто. Песочное тесто, я думаю, все умеют готовить. Вы можете сами поэкспериментировать как-то. приготовить это из цельнозерновой муки. Я это готовил. Все то же самое, просто меняйте на цельнозерновую муку. Масло ги и пальмовый сахар. Это все делаете. Вот эластичное тесто. Раскатываете прям на противень. У вас такой лист этого печенья. Вы это все запекаете при 180 градусах. Достаете. И вот это печенье песочное вам надо измельчить в крошку. Прям я беру это, просто блендером все измельчаю. И все. И отдельно в мисочку. Как готовится? Ставите сковороду. Добавляйте туда масло ги. В масло ги вы добавляете молотую корицу. Бананы нарезайте на колечки. Можно на кусочки. Как вам угодно. И обжаривайте бананы. Прям вот постоянно-постоянно перемешивая. Лучше всего вам научиться перемешивать это, подкидывая, чтобы вы не лопаточкой не переломали эти бананы. Вот. Вы все это перемешали. Пока вот вы обжариваете, у вас должно быть, если вы не керопа, шоколад используете, натертый на крупной терке шоколад. Чтобы его проще было натереть, вы его забрасываете в морозилку. Он у вас там полежал полчасика. Отвердел хорошо. Даже 15 минут хватает, если хороший морозильник. Натирайте на крупной терке. У вас отдельные мисочки. В отдельной мисочке у вас лежит перемолотое песочное печенье. Вы обжарили бананы. Вот эти все. Бананы выкладываете в креманку. Протираете салфеткой эту сковороду. На эту сковороду высыпаете ложки 3 столовых вот этого измельченного песочного печенья. И хорошо, постоянно перемешивайте, прогревайте, прогревайте, пока не появится вот этот сливочный аромат и слегка не появится золотистый оттенок. Вы выложили бананы в креманку. Когда у вас все это прожарилось уже, вы отставляете с плиты, выкладываете на бананы шарик мороженого, сверху засыпаете вот горячим этим песком из печенья и сверху посыпаете шоколадом. Сверху листочек мяты. Ну как? Вам десерт кушать тоже хотел, поднимите руку. Вот. Этот десерт готовится очень легко и просто. Что было дальше? Я приготовил. Эти все ребята говорят, о, это он, это он самый, это он самый. И они еще, оказывается, снимали это на видео все. Это видео разлетелось через полгода. Этот десерт у меня попал в линейку блюд меню заведения. Через полгода приехал человек из Индии. Это оказался прапраправнук шеф-повара, который приготовил этот десерт королеве Англии во время колонизации Индии. Когда королева Англии приехала в Индию и приготовили этот десерт. И это был прапрапраправнук какой-то там, этого шеф-повара. Повара даже простого. Вот. И мы с этим индусом общались. Он был чуть-чуть в шоке. Там я ему рассказал рецепт, он его даже пробовал. Он говорит, не точь-точь, но говорит, очень похоже. Технология вся та же самая. Там, оказывается, не хватало пару специй. Ну, я потом понял, что это за специи. Я ему сказал, он говорит, да, это они. Я говорю, хорошо, это будет нашим с тобой секретом. И теперь я готовлю этот десерт только вот по тому рецепту, который я вам рассказал. И мне он и так нравится. Поэтому лишнего я уже даже не хочу туда засовывать. Так что вот такой десерт. Попробуйте приготовить. Дальше у нас. Следующий рецепт, про который я сегодня говорил, это у нас паста с орехами. В магазине есть итальянского производства, продается спагетти и паста. Кстати, уже в магазине здорового питания очень большое количество видов макарон, которые готовятся из цельной зерновой муки или из муки грубого помола. Я люблю эту пасту готовить именно из спагетти или брать какую-то фетучини, томите или широкую. Я вам говорил, что я отвариваю орехи, потом эти орехи сливаю в воду, беру орехи, нарезаю их кусочками и отставляю в сторонку. Беру сковородку, уже предварительно отварил спагетти. Это всегда так, любая паста готовится так. Отварил предварительно спагетти, спагетти, когда оно отварилось, я скидываю на дуршлаг и быстро промываю холодной водой, прям ледяной. Для того, чтобы у меня спагетти получилось именно состояние альденте. Сердце в спагетти осталось. И остановить процесс варки для этого нужно. Вот именно с горячего в холодное получается сжимание сердца продукта и получается вот именно состояние альдента среди вот паст, мучных каких-то изделий. Вот. Орехи мы нарезали, отставили в стороночку, взяли чесночок чуть-чуть, нашинковали, взяли веточку тимьяна, столовую ложку масла ги, затем потом ставим сковороду, забрасываем туда масла ги, столовую ложку, забрасываем чеснок, веточку тимьяна, обжариваем все это хорошенько, веточку потом, когда она уже все, она поменяла свой цвет, достаем веточку, все, ее выбрасываем, она весь вкус в масло отдала, берем орехи, забрасываем туда, вот с этой смесью специй мы обжариваем эти орешки, забрасываем туда пасту, и затем, чтобы соус у нас появился, мы берем кокосовое молоко. Я думаю, вам известно, что это такое, это не кокосовый сок, который в кокосе, это из мякоти кокоса делается. В магазинах сейчас продается везде, я вчера вот ездил как раз в магазин, я купил две банки кокосового молока, есть разных фирм, вот, есть еще также кокосовые сливки, но кокосовые сливки тяжелее найти, легче найти кокосовое молоко. А кокосовое молоко продается в супермаркетах в отдельной для азиатского меню, там где для суши, для роллов, вот всякие такие штучки, и там можно найти. Но иногда его убирают в молочный отдел, его очень трудно найти в больших молочных отделах, потому что это всего лишь одна позиция, это стоят консервные банки такие, они сейчас всего голубого, фиолетового цвета, иногда зеленого. Вот, берете туда кокосового молока, вот открыли банку, перемешали, чтобы однородное масло, потому что там отслоение жира идет кокосового, перемешали, и 4 столовых ложки, вот на одну порцию, 4 столовых ложки туда этого молока, наливайте кокосового, и все это начинайте протушивать, чтобы у вас загустело это все. Сковорода у вас на максимальном огне стоит, постоянно перемешиваете, все это у вас загустело, затем вы выкладываете это все хорошенько, красивенько на тарелку, сверху высыпаете вот все, что у вас орешки остались, и самая любимая штука, и для всех людей необычно, ну, а я забыл сказать, соль, добавляем соль, вот как раз пока у вас тушится. Солим, солим всегда под конец. Когда вы выложили это все, я люблю сверху мелко-мелко нарезать клубнику. Вот клубнику берете, мелко нарезали ее, и сверху посыпаете, знаете, так подобие, как сыром пармезан посыпают люди пасты, вот то же самое. Тут ничего не свернется, все хорошо, но это просто вот такой вкусовой эффект. Говорят, в кулинарии любят сочетать несочетаемое, и получать из этого интересный, необычный вкус, который у людей проявляет позитивные эмоции. Клубника – это позитивная эмоция, и сейчас мы посмотрим, кстати. Клюква, хурма, ягоды кислые. А у нас клубника где у капх? Что-то я не могу найти клубнику, клубника, клубника, клубника. Нету. Значит, мы берем магазинную кислую клубнику, ягоды кислые можно. Вот и вышли ситуации. Небольшое количество клубники надо, чаще всего для украшения, но и такой минимальный всплеск какого-то необычного продукта в ожидаемом блюде. Поэтому это хорошо. Ну, для капх тут по фруктам можно только незрелые бананы. Я говорил, что зрелые бананы на Call of the Queen. Ну, привет от королевы десерт. Вот. У вас еще какие-то есть вопросы? Или нет? Может, можем переходить тогда к живому общению. У нас еще с вами есть. А, да, я забыл назвать. А, это фундук. Я еще тогда говорил, а просто сейчас забыл назвать. Я люблю в это блюдо именно фундук добавлять, но вы можете туда и пекан добавить. Сейчас посмотрим даже, какие у вас тут стоят. А, ну, фундук, да. Кедровые орешки тоже может добавлять. Пекан, да. Значит, я правильно все. Я уже просто думаю, мало ли, может, по блицах уже перепутался. Пекан, фундук, все то же самое. Те же самые технологии. Ну, смотрите, фундук, его дольше надо отваривать. Вы прям можете сами брать орешек, и он у вас мягкий такой. Знаете, как еще, когда кедровые шишки еще вот не созрели до конца, у них такие молочные орешки. Вот я люблю фундук доводить до такого состояния, чтобы он стал нежным-нежным. А из-за того, что он сушеный, и на нем есть оболочка, вот его кожица, при обжаривании она дает очень хороший ореховый аромат. Потому что в воде они разбухают, открываются, и вот как раз в масло уходит все вот это ореховые, все ореховые оттенки. И у вас паста прям такая ореховая получается, с ореховым вкусом. Фундук, он очень такой вкусовой орех. Так, что значит сушеный орех? Сушеный орех – это то, что высушили, не обжарили. Есть орехи, которые продаются в магазине, на пачках прямо написано, сушеный или обжаренный. Некоторые технологии, на некоторых производствах вот этих всех продуктов, используют их технологии для сушки обжарка. А есть дегидрация, сушка. Это такие большие аппараты туда, прям листами вот насыпаны эти орехи, они туда так заходят, все посушили и все. По поводу грибов. Честно скажу, я не рекомендую никому употреблять грибы и со стороны ведической культуры, потому что грибы – это все-таки… гриб – это паразит. Да, паразит, который себя все впитывает, впитывает. По поводу шампиньонов, которые говорят, да, они в этом выращиваются, там, культивированы, или как правильно это слово говорится. Ну, тоже кушать то, что выращивается там на большом количестве куриного помета, тоже как-то не хочется. Здесь уже все культура. Насчет грибов, можно ли их употреблять, не можно ли их употреблять, это сугубо личный вопрос каждому человеку по отдельности. Кто-то… Да, нет, вообще грибы полезны. Там большое содержание, вот мне написали, типа, вешенки полезны. Вообще любой гриб полезен. Конечно, если он не ядовитый. Да даже из мухоморов, у меня знакомый один дяденька из мухоморов, готовил суп и рагу. Он умеет с ними работать. Он лесник, он егерь. И он знает, как с этим всем работать. Вот. Я у него школу выживания проходил, еще когда он был молодым-молодым. Маленьким даже, скажу так. Мне было там 9 лет. Вот. Грибы, они не все полезны. Это высокое содержание белка, как бы они усваиваются получше, чем мясо, скажу вам так. Да, но тут надо все подходить самому. У некоторых людей, я встречал людей, которых грибы не усваиваются. Это все зависит от организма. У меня вешенки усваиваются, шампиньоны усваиваются. А что у меня еще? Шитаки усваиваются. Ну, это то, что я могу вот употреблять. Я не люблю всякие вот подосиновики, вот такие лесные грибы. Белые грибы я вообще изредка ем. Мне почему-то они не нравятся, у меня организм их не принимает. Я не люблю грибы, у которых есть преобладание слизи. Капхам, если честно, грибы нельзя. Грибы вызывают слизь у организма. Поэтому лучше вот исключить грибочки из рациона, да, но в редких случаях, ну, конечно, мы не будем сейчас говорить, все, не ешьте то, не ешьте это. Я уже до этого говорил то же самое. Хотите, поешьте. Да, но если вы поели, вы попытайтесь как-то стабилизировать потом свою дошу. Как-то так, чтобы она у вас не начала там буянить, там, кричать такого делать не надо вот ну что у вас есть еще какие-то вопросы тогда я такой больше более заключительную вещь начну вот а поводу следующего нашего вебинара мы берем конституцию вата вот я как хавата поэтому мы перейдем к вате и потом возьмем уже питу и думаю когда мы пройдем конституции то тогда наверное уже мы проведем именно вебинар по специям более такую открытую еще презентацию к этому всему соберу всю информацию которая мне нужна будет для того чтобы можно было опять же много поболтать а следующие вебинары по вате у нас будет во второй половине марта вот я как раз вернусь с командировок мне надо открыть йога-центр в своем родном городе первое вегетарианское заведение в моем городе поэтому я много много да вот 31 марта в 10.00 по московскому времени запись запись откроется уже на следующей неделе так что следите за нашими новостями на сайте вида пульса вот я уже начал работать именно с блюдами которые нам мы будем потихоньку в дальнейшем вывешивать уже на сайте сделаем такую рубрику чтобы люди могли я для нас на всякий случай еще могу это и и рецепты которых которых мы сегодня поговорили туда же добавить ну конечно там мороженое мороженое вообще всем запрещено по ирведе это холодный сахарный продукт который вреден вот мне задали как раз вопрос а можно рассказать как то про двухдошные типы например особенности питания вата капхи да это можно это тоже можно вообще как бы тесно скажу если у меня есть время на подготовку какую-то потому что я каждый день в разных структурах я вот вчера весь вечер провел в обыденном ресторане работал с поварами но я с ними не готовил я читаю лекцию как правильно относиться к работе на кухне я еще просто профессиональные тренинги провожу для рестораторов начиная от собственника бизнеса заканчивая там уборщицей как все даже как структура должна ресторана работать поэтому это тоже можно я думаю мы это сделаем уже будем разбирать вот именно будешь не это вот как я например да что меня все время я тонк это и обращаю внимание доши кто то если люди хотят именно по двум конституциям то это мы тоже сделаем вот что я вам скажу я думаю вы даже вам легче станет разбираться если в этом всем если вы вот побудете на этих трех семинарах которые основные да это капха вата пита дело в том что потом имея вот эти вот таблицы вы можете легко себе все это моделировать вот я это делаю так у меня и мама так это делает у меня и друзья так делают они делают модели моделирования они знают при помощи аппарата вида пульс они узнают какие продукты им нужны и все по поводу рациона кстати этот аппарат очень хорошо дает знать что можно есть мне я двудошный человек и в какое время мне лучше всего какие вещи кушать вот так вот вот так что дорогие друзья я вам скажу большое спасибо за внимание за то что мы столько и столько времени уделили ведической культуре и аюрведе вот скажем те команде вида пульса большое спасибо за это все да таблицу по лекарственным травам я сейчас модератору вышлю я думаю на это все скомпонует вместе с этим видео чтобы у вас было ли как-то вам отдельно это все предоставят это мы сейчас тут ворк вопросики решим вот поэтому спасибо вам большое за внимание живите и питайтесь здорово и здорово я желаю вам хорошего сегодняшнего время провождения вообще желать могу много всего 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 но не пожелаю вам миллион на утро вот этого желать вам не буду потому что вы у вас он уже есть но в душе спасибо большое до свидания спасибо огромное руслан михайлович дорогие друзья вам спасибо за внимание спасибо что вы к нам присоединились завтра у нас вебинар в посту в дольше от Олега Ильича Сорокина и я с вами прощаюсь спасибо и до свидания